И вот подадим символ, импульс, дорогие друзья, нашим китайским друзьям. Нихао! Так, можете, пожалуйста, еще раз мамилию сказать? Старухин Ярослав Петрович. Первый международный форум в 5 континентах. Так, вы будете участникам, слушателям или выступать будете? Если позволит, и выступлю, конечно же. Давайте пока... Давайте. И куда можно пройти? Так, нам нужно подняться наверх. Так, хорошо, спасибо. Пока. Пока. Так. Отличные конструкции. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два дня я буду здесь сегодня и завтра Так что мы здесь будем проводить и выступать Мы выступаем завтра, насколько мне известно, Смельникова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вас хочу пригласить к себе на семинар в Московское общество испытателей природы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Через две недели Вот, там будет мой доклад под названием Он так политкорректно назван Новая о темной материи А реальное название, которое я представлял Называется Полтергейст Черный юмор на сферы Такая штука Так, 29-го числа говорили? 29-е, МАИП Да Понедельник Большая, Никольская Понедельник 18.00, комната 11 По-моему, тема вас должна заинтересовать И тогда можно 18.00 18.00, комната 11 Там несколько комнат На первом этаже МАИП Вот Приходите Будет, надумаю, интересно Хорошо Благодарю Ну, а сейчас вы куда двигаетесь? Я здесь Просто так ходите и смотрите Да Знакомых людей Да Не видели здесь профессора Белова Белова Симакова Симакова нет А вы его знаете, да? Да Спасибо Пойду поищу И вам спасибо Сейчас момент я проверю просто Спасибо 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 Субтитут 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 Соната Я не приму С бородой не признать Субтитут 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 Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо за просмотр! Я предлагаю Первую международную форум пять континентов официально открытом. Один из организационного комитета международного форума пять континентов я приглашаю на сцену времени исполняющего обязанности председатель Первого международного форума пять континентов, господина Тим Фэня, выступительной речи. Дорогие друзья и господина, я имею в виду первого международного форума пять континентов официально открыта. Организационного комитета международного форума пять континентов, я бы хотел бы позвать Эстин Шерема, temporarily performing литературный форум, господина Тим Фан. Дорогие друзья и господина, господина Тим Фан. Дорогие друзья и господина, 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 официально организационного комитета международного форум пять континентов, я бы хотел бы позвать Эстин Шерема. Дорогие друзья и господин Тим Фан. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 ! Спасибо! ! Спасибо! 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 Я прошу представителей стран и инициаторов создания форума подняться снова на сцену. Мы хотим ознуримовать рождение нашего форума символическим бокалом шампанского. Покуме инициаторов создания форума символическое инициация на сцену. Инициаторы создания до целей с собой. А вот они какие-то. Мы хотим этим передачал. Мы хотим это сделать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наша планета Земля очень маленькая, и мы должны ее уберечь. Я буду говорить на русском. Если Полина посчитает, она переведет на китайский. Смотрите, мы из истории знаем, что уже очень много компаний создавалось для того, чтобы понять, что происходит вокруг нашей планеты. Это очень символично, очень здорово. Я хочу повторить, что из истории мы знаем, что с начала прошлого века создавалось много компаний для того, чтобы понять, что происходит вокруг нашей планеты Земля. И поверьте мне, наши Земля, планета Земля, она очень маленькая. И мы все должны лениться для того, чтобы нашу планету защитить от внутреннего внешнего действия. Я знаю, что еще более чем 30 лет назад, инженер и конструкторы могли создать такие системы, которые могли бы отправить людей на Марс. Если мы не политики, политики помешали нашим религиозным проектам быть реализованы. Это политики, это душа. Вы знаете, вот мне посчастливилось действительно посмотреть на нашу планету из космоса и вокруг Земли проехать. И много, много стран я посетил. И я подошел в тем, как люди по-разному живут на нашем планете. И также, я бы в эфире на самом деле видел на Земле и в том, как люди по-разному живут на Земле. Но прошло время, нашему форуму 5 континентов, стараться менять людей вокруг одной хорошей жизни, защитить планету Земля. Сейчас мало быть патриотом одного своего города, своей страны. Сейчас каждый человек должен быть патриотом к планете Земля. И я бы хотел завершить свое выступление с словами нашего великого советского ученого-фантаста Казанцева Александра Петровича, который говорил, что пусть людям звездный разум не измерит, в другой своей мысли, там, кино и ориенчике. Миров погибших не найдем примеры на одну из земель, чтобы уберечь. И я уверен, что только совместными усилиями, усилиями многих народов, мы сможем выполнить по примеру, как работает международная газовая станция и полеты других планет и других мерам. И самое главное, мое обращение к молодому поколению. Ребята, будущее за вами. Не думайте, что это там кто-то что-то делает за вас. Каждый на своем месте должен стремиться в будущее. Тем более, что сейчас времена такие, что интернет-технологии не дают нормальному человеку. А смысл, что происходит. Люди не успевают понять, что происходит на земле. И если бы мы не хотим, то есть, что происходит на земле. И в то же время, мы должны узнать о своей жизни в стране и в стране, что никто не любит. И если бы мы легли, то мы должны надеяться, что мы должны сказать не надо. И то, что говорят сейчас малообразованные люди, которые говорят, что Гагарин в космосе или там, в Американце не были на Луне, все это такой пират, который не достает даже внимания. Мы говорим о том, что сейчас интернет-технологии позволяют каждому необразованному человеку говорить о том, что Гагарин не был в космосе, а в Американце не был на Луне, потому что на Луне все эти комплексы это там. В одной одной из перегран, такой объект активноëт real world речь, vamos снять更多ерв媒ства, а не с Abdullah-фúil resto. С juste нему, как иダメ, мы с ней研究ыardaются геологии, чтобы кdomённой информацииité была размещена, чтобы действовать неправильную информацию. 我们下面 и в том, что не проект, как и традиционно, чтобы видно в разные виды и Maker-ф Y 먹고 и в такой недели вложенных ä показов, чтобы Mysteriet ratan несет記ем их. И если она не Finlandii, то есть, что она не покажет на моего неба, то здесь которая выдала свой kys TO Definitely Nam, И любите свою родину, любите планету Земля. Но дальше счастье. Спасибо. Спасибо большое. 将会议地届主办权落在中国并在中国设立永久性场馆 将来文坛历史会会议免会将一直在中国主办 武洲国际文坛将会成为承受主办地的国际间交流 共同合作的窗口 本节文坛我们邀请到中国山东省合作市市长王卫东先生 我们现在见证文坛成立第一届大会的金箱 邀请中国共同合作市长王卫东先生 Shanghai Fire 中文坛成立第一届大会的金箱是中文坛成立大会的金箱 中文坛成立大会的金箱是中文坛成立大会的金箱是中文坛成立大会的金箱 the谁太代航力学拟 any �除dire续五 눈靠旁大会的金箱是中文坛成立大会议だ Продолжение следует... 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 И первым приглашается к микрофону генеральной директора российского филиала немецкой компании, производителя авиадвигателей «РЭП» Ширманов Михаил Гуревич. Коштый авиационный двигатель немецкой компании «РЭП» — это высокопроизводительный двигатель для авиации общего назначения, прошедший сертификацию для негодности США и европейского ЕСИНСКИ. Добрый день, уважаемые господа. Хочу кратко вас ознакомить с работой, которую проводит немецкая компания «РЭТ Аэркрафт» и ее продукция. Компания занимается разработкой и производством высокотехнологичных поршневых двигателей и электронных систем управления двигателей. Инженерно-производственный центр «РЭТ Аэркрафт» располагается в Германии в городе Аденау, вблизи автомобильной и гоночной трассы Нюрнбринг. Компания «РЭТ Аэркрафт» Имеет сертификат разработчика авиадвигателей, выданный европейским агентством авиационной безопасности ИАСА. Специалисты компании говорили ведущую роль в создании двигателей для команды «Тойота» «Формула-1». Имеет сертификат разработчиков. Компания занимается производством двигателей «РЭТ А-03В-12», который имеет сертификаты типа «выданные в Европе». Компания «Формула-1». Компания «Формула-1» Компания «Формула-1» Имеет сертификат разработчиков. Компания «Формула-1» и Германии «Формула-1» Компания «Формула-1» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мы производим уникальные вертолеты без хвостового винта и несоответственной схемы. Самые простые и надежные. Мы надеемся, что наши китайские партнеры рассмотрят модели вертолеты. Несмотря на то, что мы не самые большие производители, мы надеемся заинтересовать китайских партнеров и локализовать производство хотя бы частичных питаний. Верхолеты как средство передвижения в пространстве, возможно, самый универсальный в настоящем момент времени, несмотря на то, что, скорее всего, он самый сложный в техническом режиме. Верхолеты как средство передвижения в данном случае, он использовал для спасения людей. Верхолеты как средство передвижения в том числе, в настоящем момент времени, именно медицинское. Он может быть не военной, а именно медицинское. По одной простой причине, он может быть в себе, где угодно, где не сядет ни один самолет, и куда не приедет ни один автомобиль. Модели, которые мы происходим, отличаются особой надежностью и особенно интересны, как рабочие машины, в развитии народного хозяйства, в том числе китайского, в том числе российского. Мы продали некоторое количество в России и надеемся развить наш проект «Китайский». Верхолеты как средство передвижения в том числе и надежно, Мы не можем только открыть Российский рынок, а更加 манфанно让中国市场接受 наши产品. Еще раз приветствую всех участников форума, надеюсь на интересное развитие данной инициативы, и желаю вам всяческих удач. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я очень рад, что сегодня мы знакомы с вами, и祝 вам сегодня удача успехов, очень хорошего. Спасибо! Сейчас перед вами выступит представитель молодежь на гильдии предпринимателей, Казахов Владимир. Сейчас я приглашаю молодежь на гильдии предпринимателей, представитель Марины Шматовой. Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Владимир Казахов. Я представитель молодежи на гильдии предпринимателей, под руководством Марины Шматовой. Наша гильдия насчитывает около 500 тысяч предпринимателей по всему миру, и мы их объединяем в некой комьюнити, в котором все друг друга помогают. Сейчас я бы хотел, чтобы выступил наш партнер. Здравствуйте! Меня зовут Владислав Викторович. Это директор по развитию бизнес-инкубатора МФТИ. Он представит ряд своих проектов и проектов в Чайна Фильдии, которые могут быть вам интересны. И сейчас, наверное, я на английском, и после того, чтобы... Alright, sorry, good. Alright. Who can speak English? Who can understand you? Who can understand you? What? Why? Sorry, who can understand Russian? Maybe I can... and should speak Russian. I don't know, ты может говорить на русский или... Yeah, I... Ну хорошо. Да. Всем добрый день. Всем добрый день. Всем добрый день. Всем добрый день. Я основатель директор аксселератора МФТИ, для наших специалистических коллекторов лучший технический вуз в России. МФТ, Москва-статистический конкурс. Мы уже какого-то тренировали акселератор, и развиваем технологические проекты. У нас достаточно высокие показатели. 80% всех наших проектов, которые к нам попадают, они выходят на первые продажи и увеличивают свои выручки по минимуму в 3 раза. В этом направлении, в этом направлении, он может получать очень высокие деньги. Сейчас мы уже вместе с ФРИП, это фонд развития интернет-ининициатив, самый крупный венчурный фонд в Восточной Европы. Мы вместе создаем корпоративный акселератор, который будет самый большой, куда приглашаем всех интересующих, меньше производителей. А у нас здесь в Восточной Европы, nhưng мы, в конце концов, мы сходим с créer изcareнтов, поэтому мы perspectives не прийти. Мы должны создать из-за общеизма сейчас. И теперь мы сходим с первого, Европы, которые мы сходим вместе с Китой, мы всём спрашиваем. И вообще, тема Китай нам очень близко, потому что мы уже 2 года работаем в Китай, И через полгода мы открываем наш первый акселератор в Китае. Мы ищем тоже и китайских партнеров. То есть у нас уже достаточно большой пуск, мы работаем на Китае. Но также мы ищем новых партнеров с китайской страны. И мы хотим снять новые проекты, которые мы будем вывозить на китайский рынок. Я бы хотел их представить. Первый наш проект это Chat First. Это чат-бот, который полностью автоматизирует HR процессы. То есть он полностью на себя забирает все функции HR по поводу переписки сотрудникам, первые поиски сотрудников и адаптация новых сотрудников. Сейчас они уже сделали пилот в крупные такие фильмы, как Yerua, X5, и иду дальше. И суть в том, что китайский язык для автоматизации гораздо проще, чем русского. И они сейчас делают китайскую Yerua X5 проект. Это было полезно. Следующий наш стартап это Loyalty Lab. Они делают автоматизацию, как сказать, скидок умным для ритейла. Они делают, грубо говоря, находят новых лояльных клиентов автоматически для ритейла. Банально, например, как сейчас все происходит в ритейлах. Вы ходите на каждую пятницу в магазин, вы всегда берете молоко, хлеб, масло и прочее. И часто именно вам, когда вы покупаете так и не те же вещи, вам всегда предлагают скидку на молоко. И вы его покупаете, и вот на таких скидках, на тех продуктах, на которых люди и так бы купили, сейчас, допустим, тот же экспертитейл групп теряет в месяц 200 миллионов рублей. И, соответственно, наш проект Loyalty Lab Они сделали, наверное, розетку, создали алгоритмы, которые анализируют покупки. То есть у них большая база клиентская покупок. И они анализируют эти покупки и прогнозируют, на что нужно дать скидку клиенту на тот товар, который он бы так не купил, а с этой скидкой он купит. Соответственно, они не теряют деньги на тех процентах, на тех товарах, которые бы они и так купили. И получается, у них дополнительная капитализация за счет тех новых товаров, которые покупают теперь люди. Соответственно, наши проекты не только для того, чтобы подключить данные данные данные, но и для того, чтобы подключить данные данные данные. Они тоже уже делают пилоты в X5 CTL Group, в Ашан, во многих крупных сетях тоже делают пилоты, как раз они после нашего акселератора дошли в сети. И в то, что мы очень сильно наше акселератор нацели на Китай, и наши проект ориентированные, они тоже могут очень сильно организоваться как раз на китайских проектах. У них есть уже базы данных по клиенту. Следующий проект, это уже медицинский хозяйник. Это, грубо говоря, компьютерное зрение, технология компьютерного зрения для анализа движения людей, которые был сердечный пересуд. Это как раз различные роды зарядки и упражнения. Это очень много включается с упражнениями на руку, если они стоят на руку. Продолжение следует... Продолжение следует... При этом люди, которые перенесли сердечный пересуд, они должны ходить какое-то время в стационарную в клинику, где показывают упражнения. А дальше большая часть реабилитации должны проходить дома и правильно выполнять упражнения. Но часто люди делают это неправильно. Соответственно, реабилитация очень сильно осложняется. И, соответственно, что делал наш стартап, наш проект, они просто сделали камеру, в которой включили программное обеспечение, которое тоже с помощью нейросети распознает все эти движения. И человек делает упражнения у себя дома, как их учили. И вот эта камера автоматически анализирует, правильно ли делать движения человек или нет. Сразу в режиме реального времени на компьютере ему выводят. Как нужно делать правильно и как доводить. И вот этот данный проект, он уже запущен где-то в пяти или шести клиниках. То есть прям клиники их себе даже стационарно поставили. Это государственные клиники. И люди уже покупают его тоже себе с этих клиник. Они потом себе их покупают и дальше делают все упражнения еще и дома. И, соответственно, клиники вообще, я не помню точную цифру, но в несколько раз за счет этого решения они смогли увеличить еще у себя поток людей, которых они могут реабилитировать. И вот здесь жалко, что не могу показать презентацию, что здесь не с вами. Там очень была бы крутая машина, потому что следующий наш проект, это как раз, грубо говоря, self-driving system cars. Как это по русски, господи. С машины с автопилотом. То есть, да, беспилотные автомобили. Перейдим, потому что следующий наш проект, это беспилотные автомобили. То есть, сначала наша команда, которая занимается этим проектом, она разработала электрокар. Очень крутой такой, круче, чем на Лаборджине. И после того, как они разработали электрокар, они пошли в узкую нишу и внедрили свой автопилот на встречных площадках. И сделали, мы уже сделали пилоты, когда мы заменяли на встречных площадках эти большие команды, которые перевозят в Грузии. Мы убрали пять водителей и оставили только одного оператора. И мы там сэкономили, по-моему, в месяц 10 тысяч рублей только на этом пилоте для встречных компаний. Игорь Негода в месяц, месяц, на месяц, на месяц, до 20,000. В этом направлении, как вы можете сделать это? То есть, соответственно, этот проект мы точно тоже будем вывозить в Китай, тоже для работы с Китаем. Ну и последний проект, для примера, который сегодня, сейчас сказать, это промышленные роботы для производства в индустрии. И, ну, быстрее 4.0. Вот, грубо говоря, наш проект, он сделал, можно сказать, копию робот руки Кукон, но удешевил ее там раз в пять. И себестоимость ее одно, время окупаемости ее там снизилось меньше, чем до года. Испãн Григорь Митинг. Испãн Григорь Редактор сентябрио вирус. Испãн Григорь Нарин из будущих ежесей. Испãн Григорь Љанин, Григорь Нарин из каждого три oohs du TP и лам. В этом году мы не сможем достигнуть 7000, но мы не сможем достигнуть 5%以上, и в последние годы мы сможем достигнуть 1 месяц. Одна из особенностей была в том, что она легко адаптируется под сложные производства, потому что она выполнена уже по-другому, немного конструктивно, чем Кука, и соответственно у нее гораздо больший угол взаимодействия и различные нюансы, которые можно применить. Вот эту руку действительно в 90% случаев производства связаны с конвейерами, сборкой и прочими вещами. Для примера, вот этот проект, он делал даже, ну, в последних 10, которые я помню, это был пилот совместно с Ахмад Чай. Ахмад Чай, ну, это ферма такая кухня. Ахмад Чай, ну, соответственно, еще раз хотел напомнить то, что я представляю акселератор МФ3, и мы действительно, мы делаем очень много, я сейчас рассказал вот такие прикладные проекты, которые можно применить сейчас, но также мы делаем очень много таких высокотехнологических проектов, мы делаем новые материалы и прочие такие вещи. В Китае мы открываем все где-то с января, февраля, может быть, с маркетами получится, и, соответственно, мы рады сотрудничествуя новым клиентам и компаньонам, как угодно. Спасибо за внимание. Ахмад Чай, ну, спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Владислав, за речь. Сейчас у нас будет небольшой кофебрейк до 13 часов. Спасибо за внимание. И после 13-ти мы пригласим новых членов нашей бильдии, которые расскажут о своих проектах. Всем спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Ну что, пользуясь случаем, дорогие друзья, что репортаж был смотреть наши китайские друзья, и не только китайские друзья, и не только друзья, а все было смотреть новые научные парадигмы, новые физические принципы, теория, и не только китайские друзья. Такие эфиры, автономные энергетики, новые материаловидения и, конечно же, новые морально-нравственные качества человечества – вот о чем актуально вести речь, поднимать планку разговора. Сейчас все остались муниと Inтаеводии. И они специалистичнее могут стать минским тупилась о том, вilerей, и мне этиénerов possibility для нас тоже разбили там от неё, и cred Cr demonstrable. SMI Глава автономные пос感謝 использования. Сnan right. werk malfunction. Я работаю и лугольку. Самous квир. Сейчас хватит. Он не перенес. Он записывает драки. Он разрядúa. И вот прямо ценность и есть интересно. Продолжение следует... 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 Расстегни вообще, наоборот. Лучше расстегни. Это разрушено. Открытость, сотрудничество. Какое-то имеет значение. Важно другое. Важно передачи информации. Вот в этом плане. Вопросы, касающиеся, наверное, сейчас, это, я не знаю, мне сразу же по программе этот доклад делать или же оставить на завтра? Да пополам. Сегодня одно, завтра другое. Что пойдет сейчас, то и говори, а завтра новое прочитаешь. Вот ведь как, да? Ну ладно, тогда экспромтом, да? Тогда экспромт будет, естественно. Ну вопрос, касающийся некоторых, то ли исследований некоторых, я хочу сказать, тут все один не охвачил, нашей Академии аномологии. И, откровенно говоря, сейчас есть признание самого слова аномологии, хотя у нас Академия называется информационологическая и приглавная аномология. Я прошу извинить, меня могут удается. Я не могу разговаривать, извините, я выступаю. А концерт, это просто, выключите ли? Некоторые результаты, как бы, фурбулированные процессы. Он не ходит, наверное, туда, да? Наш коллег, наш ведущий. Некоторые результаты наших исследований заключаются, ну, конечно, кратенько. Первое, что мы ведь вообще, Академия занимается аномальными процессами на Земле, в космосе и под водой. Сейчас мы даже начали включать так называемое и под землей, и на планетах. Хотя мы считаем, космос, это тоже, конечно, космос, и планетарная ситуация. Спектр тем, которые охватывает нашу Академию, больше 40-х. Это здесь и связано с технократическими подходами конструктивных решений, в том числе по НЛО и технологиям НЛО. Второе, с чего и начиналось, потому что я был президентом, некоторое время президентом Академии экологии, вы это знаете, и там оттуда разжилась вот эта вот аномология. И аномальные процессы написана книжечка, которая у меня там еще привязана, и статьи о аномальном летательном аппарате. Как конструктор, как технолог авиационных систем, в какой-то мере привязан к ракетно-космическим системам, естественно, я изложил свой взгляд. И вот здесь, в ней, в этой книжке, «Престольная правда», она была написана в 19-м году. Теперь уже и второе издание, аномальные летательные аппараты «Транспорт будущего». Потому что мы вышли на типологические решения, связанные с транспортом на Земле, на Земле, в космосе и подводной. По крайней мере, сейчас уже складывается обстоятельство, что можно доложить о том, что есть возможность построить двухстрельные аппараты, которые уже имеются в некоторых экспериментальных данностях из-за ракетных систем, с подводных лодок, крыльевого характера. Ну и, естественно, все важно. То, что дискообразные аппараты являются все-таки наиболее конструктивным, важным решением современной технологии освоения атмосферы, космоса и тоже под водой. И вот в рамках этой позиции мы даже пришли, ну, может быть, это мое личное, хотя меня никто не опроверг, и поддерживают уже много лет, то, что крылатая авиация – это ошибка человеческая. На самом деле, дискообразный аппарат, летательный аппарат Зруковского, если бы его начали осваивать, мы уже сейчас вертикально взлетали на дискообразных аппаратах, потому что методология и скорость эволюционного развития науки на Земле за эти вот сто лет, начиная от Зруковского, она действительно очень интенсивная. Мы за сто лет прошли путь, который человечество не проходило по своему технократическому подходу, не проходило за тысячи лет, даже десятками тысяч лет. Тем более, что изучая электроисторические и детенческие знания, а мы включаем ее в этот вопрос, мы убедились, что при тех трех цивилизаций, которые были у нас на Земле, то нас такого уровня, как наша цивилизация, еще не достигала. Артепактов мы так и не находили, чтобы это было по уровню, хотя бы представлено было то, что есть в радиоэлектронике, в летательных аппаратах. Хотя и повторения были, и мы некоторые повторения, типа Виманы, повторения не осуществляемы. Хотя те сведения, которые есть в Махабхарате и в этих трактатах, значит, они сведения подтверждают ординамическую теорию. И в этой ситуации надо просто говорить, что мы продолжатели новой ступени и уже достигли возможности выйти в ближний и дальний космос. И стоим на пороге. Другое дело, что у нас не хватает энергетики. Не хватает энергетики, чтобы этот скачок осуществить. И мы, правильно говоря, поговорим в открытую о том, что надо строить, уже можно переходить по строению и испытанию трехсредных аппаратов. То есть подводной, значит, сферы, воздушной сферы и космоса. Изучив даже те сведения, которые были и у немцев, когда они строили эти дискообразные аппараты. Изучив возможности наших, тоже специалистов, вот институт Курчатова в свое время, вместе с академиком Пановрем Степным, Кузнецов Павлович Павлович, он был, исследовал следы астероидов на Земле и одновременно они работали над проектами, проектом авиационной системы борьбы с астероидами. И вот здесь, опять-таки, они наткнулись на то, что энергетики не хватает даже догнать астероидов. Потому что мы летаем со скоростями, что такое, 10, максимально 10 гиперзвуков. И это, собственно говоря, те самые 12 тысяч километров в час. И мы, если перевести, то на самом деле, то все же самые примерно 12 тысяч километров в секунду. То есть, не тысяча, а 1200 километров в секунду. Значит, вопрос состоит в том, что мы не имеем такой возможности пока. Значит, нужны поиски новых энергетических систем. Эти поиски вроде бы ведутся. Американцы ведутся, ведутся, ведутся. И у нас уже ведутся. Есть направления, в которых это можно вроде бы применить. Но на самом деле, результаты после выше 7, 8, 10 гиперзвуков мы достигать не осуществим. Вот это вот первый конструктивный вариант. Теперь еще, какие выводы в нашей академии мы по анализе, аналитическому анализе за системами и возможностями связи с инопланетным разумом. Откровенно говоря, здесь, на этой бурне, лежит так называемая психологическо-духовная часть. И в нашем представлении о космосе, о ближнем космосе и дальнем космосе, они рождаются на основе опыта мыслительных процессов и анализа человеческого разума. Уровень разума совершенно, я бы сказал, разум. И тем не менее, есть направления, есть уже какие-то подтверждения о том, что разум-то везде есть. Он, правда, базируется на нашем варианте, нашей атмосфере и магнитном поле, которое есть вокруг Земли. А вот ближе дальний космос и Вселенной, этот разум очевидно все-таки подтверждение уже есть и астрономы начали изучать, это наличие воды. То есть наличие соединения водорода с кислородом, то есть наличие воды, оно оказывается везде есть. И в космосе оно есть. И в дальнем космосе. Поэтому экзопланеты мы тоже подтверждаем, что именно по этим факторам исследуют экзопланеты астрономы и находят их. Находят и подтверждают, что есть. Значит, отсюда появление воды, вот первый счет, биоэнергетический аспект, так называемый, наших исследований, что биоэнергетические решения биоэнергетики, живой биоэнергетики на Земле, это есть повторение космической технологии, которая существует в космосе. Наверняка мы себе найдем, мы даже уже подходим к подтверждению того, что так называемые двухопорные системы с мыслящим разумом подобным человеку являются прототипом развития. Хотя в уфологии мы давно уже знаем, что у нас есть семь типов пришельцев. Один из них это похож на присмыкающийся динозавр. Остальные все шесть это типы пришельцев, которые являются селекоподобными. Поэтому разного размера. Разного совершенно размера. Это, кстати, размерность, это тоже, я думаю, что и Александр Иванович здесь, по-моему, присутствует, да? Так вот, он делал у нас доклад, если согласовывали, я правда вот так оборен, согласовывали этот вопрос. Антропометрическое развитие человечества, роста человека, разумного, оно, он очень сильно зависит от системы притяжения планетарных и окружающей среды. Вот это притяжение планетарное оказалось во множестве что ли решений, оказалось, я скажу, те решения, которые были доказаны, по крайней мере, Радольф Черняев был такой, я не знаю, я не знаю, жив он или нет, к сожалению, потерян связи, вы знаете его, может, он живой, умер, да? Значит, Радольф написал несколько интересных трудов, русская механика, русская математика, в общем, я бы сказал, привержение русского направления и он там в одной из книг доказывает о том, что Земля находилась на четырех орбитах, а это говорит о том, что у нас притяжение было другое и скорости вращения тоже разные, кстати, это подтверждает и труды институт Курчатов, когда написал свою статью у нас, я опубликовал, а мы потом эти материалы помечтили в книжку в планетарную безопасность человечества, есть такая книжка, она часто у нас продается, в которой доказывается следы астероидов очень часто меняли скорость вращения Земли, и был это такой случай, когда останавливался вращение от удара астероида на какой-то момент, а почему-то после этого через неделю прилетал другой астероид и заворачивал опять Землю на новую скорость, таким образом изменения чисто планетарные, которые изменяют нашу окружающую обстановку и в том числе наибольшую опасность для тебя надо считать это опасность астероидную или коментную. Кстати, коментная система, коментная опасность, она представляет собой угрозу чисто бактериологического характера. Вот в рамках исследований бактериологических и в том числе различных вирусных заболеваний очень даже есть работа уже, когда соответствуют информационные вирусы и биологические вирусы имеют одну и ту другую структуру и алгоритм воздействия и даже зарождение отказа доказывается. Это тоже один из элементов, который нужно очевидно учитывать. Вот этот аспект приведет к тому, что если взять биоэнергетическое, то здесь вот те неспособностями, которые обладают экстрасенсы и те самые явления, которые мы до сих пор не можем открыть и их физически снова сформулировать, это, собственно говоря, присуще не прошлому нашему, а это проявление прошлого нашего, но на самом деле это очевидно особенность нашей биоэнергетики мозга. И здесь вот та самая телепортация, вот та же самая гипноз, мы же не знаем до сих пор, что это такое, телекинез, это тоже не знаю, как, что, за счет чего, за счет почему биоэнергетика человека, некоторых людей позволяет двигать немагнитные структуры. Ну а говорить о протяжении этого различия между магнитными и немагнитными вообще нет. И мы так в космосе так и получается, что летаем. Мы нашли 12 аномальных свойств воды. То есть, в частности, анализируем состояние воды и эти аномальные свойства, когда я разговаривал с Зениным, он говорит, я и не знал, они же создали классерные системы для описания снижения при изучении воды. Так вот, он говорит, я и не знал, что есть аномальные свойства, но мы их объединили и в этом как раз и выставили. Еще один аспект. Мы нашли более 30 сейчас аномальных процессов в нашей Солнечной системе. И вообще вызвали гипотезу, которую я понял, уже находят подтверждение, об исходственном создании, ну, я уже говорю так, создании, но на самом деле, ну, или, можно сказать, воспроизведении Земли, Солнечной системы и Луны. Уж об искусственности Луны гипотезы ходили испокон веков. А вот о Земле это особенно-то не говорили. Но тем не менее, все равно, это, я называю так, фонтологией, в 96-м году, в 95-м году я пришел с хохами и дам два так называемых положения об искусственном создании Земли и Солнечной системы я выдвинул просто-напросто в своем плане. Тогда Азажал Владимирович проводил конференции. А может и человек создался здесь? Вот. Теперь если перейти к этому, значит, давайте я тогда перейду, раз вы подсказали вам герою. Значит, в действительности создания искусственного человека мы недаром сейчас пошли в МАИП, Московское общество испытателей природы. Это наука, научное сообщество, которое при МГУ, в котором 215 лет зародился на еще с времен Александр Первым, родоначальником этого организации аптекарского огорода был Петр Первый. Там 315 лет. Так вот, кстати, будет скоро в 2020 году будет 215 лет этому обществу. И будем праздновать это. Так вот, об искусственности создания смысл создать темно. Правда, мы пришли к заключению, что все-таки жизнь на земле это вселенский характер. Я уже высказал частично. Значит, и человек присутствует здесь тоже сам носит так называемый вселенский характер. Значит, его модификации и его распространение формы человека, они зависят от условий и управляют, может, могут управляться. только разумом, который мы пока еще с вами просто не осознаем. Мы не можем указать, что вот именно с этой планеты разум более высокий, хотя первоначально, где-то еще лет 12-15 назад, изучая процессы вот этого самого контактеров, контактеров рассказывают, описывают, они же ведь, вот у нас была группа контактеров, значит, еще продолжают передавать информацию контактера некоторых из компьютера, это эти результаты своих контактов, даже, честно говоря, группа у меня все время говорила, дайте нам бензин, мы будем встречаться с инопланетями, да, это было так, так это было, и я беру венгерва, группу венгерва, венгерва, она вся венгерва, психи венгерва, 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 ну вот она имеет контакт через компьютер, и он вызывает, и, естественно, описывает интересные случаи, если вы хотите, в рамках того, что Александр Евгеньевич рассказал вам, тот самый интересный вариант встречи, а тут они выделили идею о том, чтобы мы обратились, когда я владел академии экологии, мы владелец МВД Москвы для предупреждения о авариях на пересечении дорог, которые, у нас ведь семь дорог в Москву объявляют, и вот на аварии пересечения дорог там происходят, ну, то есть будут аварийные случаи, это было сделано за два месяца до тем самым, там самым периода, который действительно все обозначил с ним, что аварийность на пересечении дорог, которые вы ездили в Москву, будут искусственно завышены за раздействием НЛО, то есть летатель аэропаратов специально завышены, а мы об этом знаем, конечно, у нас там были исследования связаны вместе с Файдершем, мы ездили даже записываться на телевидении на два места, которые были менее вот эти вот самые биоэнергетические сгузки, которые изменяют сознание людей, и даже есть эмбирные программы у Файдерша, в частности, для того, чтобы воспроизвести. Так вот, ситуация была такая, они потом уже раскрыли схему воздействия, хотя мне ее показали, что прилетала НЛО на пересечении дорог, и при въезде в Москву, и воздействия причем два, мы обвесили, воздействия определенный период, там, несколько часов, и в это время очень большие количества аварий. я не пошел в МПД Москвы, потому что меня бы признали за свое что вот пропоргнозируется, что через полтора месяца будет на пересечении дорог, будет вот повышенный месяц, повышенных аварий. Но самое удивительное другое, потом они мне позвонили, сказали, мы получили данные, что в два раза увеличилась аварийность на этих пересечениях, где мы рассказывали. Но я все-таки какой-то день пишу, и звонок отправил, и попросился кто-то из представителей, МВД все-таки приехал, и хотя бы самую встретился, я бы потом и Венгерову тоже самое вытащил, но не получилось. Вот эти вещи, видите, здесь вот оказывается поле исследований оказывается еще нами неосходят. То есть мы не можем физическую картину, так же, как и в гипнозе, так же, как и в телепортации. Хотя существуют эти явления, они постоянно где-то высматриваются, высматриваются проявления их. И вот то, что в рамках сейчас, даже то, что мы завтра будем докладывать, даже удалось по данному фону создать ломаную линию, начиная с 35-го года и обнаружить вот это 9,5 лет, ну, я считаю, что это примерно плавающие цифры, может, совсем точные данные, между 9 и 10 лет прилета, активности прилета, взятой по среднеквадратическим средним значением. По среднеквадратическим обработан способом наимельчий квадрат в прямой линии. Вот это 9 циклов с 35-го года по 13-й год активность она имеет так называемый колебательный характер. Сейчас мы находимся с вами тоже самое на подъеме активности. Еще будет примерно 0,6-7, а потом наверняка кривая будет ломаной линии спадать. Вот эти вопросы тоже интересны с точки зрения научного характера. То есть обоснования были, а у фона были эти данные взяты от ну мы что ли проанализированы от путем методов исключений. Все наиболее круглые погрешности это по результатам наблюдений. То есть наблюдательная уфология она остается как восприимчивая для обывателя, для жизни людей на земле и эпизодически она будет нам все равно проявляться. Это самый важный аспект это сознание и представление человеческого разума и отражение его вселенскому характеру. Вот это вот ситуация. Теперь я хочу остановиться на чистой энергетике и биоэнергетике человека. На действительности вот изучая биоэнергетику человека все-таки мы давно уже знаем что мы знаем человека вообще его физическим как и мозгом где-то на 5%. То есть мы наша медицина есть у нас и нетрадиционная медицина и традиционная медицина мы еще находимся в создачевственном состоянии деятельности функций человека. Функции человека очень сильно сравним с функцией всей биологической системы. И о том что это разум есть и в биологических и растительных и вообще системах окружающего мира что здесь разум разный только уровень он существует это такое четкое совершенно показательство есть может для того что бактерии космические бактерии а панцопермию нельзя отказаться от нее это развитие жизни через космос именно через астероидное комедное и в том числе присутствие космоса значит это является вселенским характером по крайней мере наш галактический нашей солнечной системы галактики и вот здесь появляется множество вопросов китайцы от пунктуру уже тысячи лет свыше тысячи лет занимаются процессами восстановления но до сих пор оказывается всего лишь не знаю есть ли китайцев но я слышал о том что акупунктура есть не только наружу покрова человека она есть и у животных и у собак есть и у других и даже акупунктура есть и у растений потому что растения тоже имеют разум и вот здесь только уровни совершенно разум внутренние культуру внутренних органов человека которые бы дали возможность прямое напрямую построение по крайней мере говорили что две таких схемы пространственные схемы акупунктура есть всего в двух экземплярах одна в Китае я не знаю у кого и одна вроде бы в Америке один из китайских специалистов и весов но это означает что мы вот с вами говорим дозированно доставим медицинский препарат в орган для того чтобы его подправить и воздействовать на него изменить значит есть каналы которые связаны вот это изучение тоже является аномальным потому что мы не знаем картину и откуда единственное чего мы достигли последнее данное то что у человека откровенно говорят 15 мозгов не два мозга как мы раньше считали а уже 15 правда два постпроцессора это головной и спиной а остальные все микропроцессоры это вот с точки зрения информатики управления каждый орган позволяет нам кремея свое микропроцессорное управление и в памяти все остальное он генетическое кстати свойство он позволяет нам имплантироваться заменять сердца печени почки все остальное то есть это один из моментов который позволяет нам дальше развивать это тоже было в свое время аномальным я думаю что мы в разряд ведь у нас как в аномальности мы в разряд уже доказанного научного факта аномальные процессы переводим когда мы научно обосновали и это признал научным сообществом вот я говорю об этих результатах таких которые оказываются в одном интерес еще очень важным является это информационное взаимодействие то есть вернее всего я ярый сторонник Ивана Васильевича Юзвишина информационология была такая наука он ее создал в свое время была Академия информатизации он ее возглавлял на 2004 годовый номер но основы информационологии он написал в общем было даже несколько кафедров информационологических по подготовке специалистов это наука о информационном взаимодействии разума а не только разума оказывается но и растительного мира то есть окружающей среды и найти информационология технических систем это вот аномальность в технических системах мы порождаем эти аномалисти мы живем создаем новые технические системы и запускаем те же самые вирусы или же не вирусы даже запускаем информационное взаимодействие и получаем соответствующий ответ о том что мы не можем чего-то высчитать высчитать технических Мне рассказывали специалисты по РЭПу, радиоэлектронной борьбы, которые говорят, что у нас будет аномальности, мы не знаем откуда идет изменение частотной характеристики при распространении сигналов, для передачи сигналов управления. А сейчас проблема оказывается и в нашем Министерстве обороны, и в обороне в американцах. Состоит как влияют различные роды окружающие среда и что влияет на изменение сигналов при управлении самолетами, летательными аппаратами, ракетами и так далее. Это считается одной из главных опасностей непосредственно в управлении этими системами. Такая же картина и в космосе. Вот одно из доказательств того, что чисто аналитически, можете набрать даже материал, кто хочет, но, честно говоря, наши выводы, такие пока узкие, это то, что в космосе летать со скоростью света или близкой скоростью света нам нельзя. По нескольким причинам. Воскрыт в самом физическом вакууме, в планетном пространстве и больше, чем скорости 60 километров в секунду, я под секунду говорю, 60 километров, мы, очевидно, сейчас не можем. И достигнуть такой скорости не можем. То он в ближайшем и дальнем космосе. И то, что, значит, американские аппараты летят, но они не достигают и 50, 45-50 километров в секунду скорости. Вот причина полетов, причина полетов и взаимодействий пока считается притяжением планетарным. Притяжение и тоже в сторону и торможение, например, планетарное. Почему и специалисты физики начали говорить, что нельзя рассматривать притяжение и отталкивание. То есть притяжение отдельно, а отталкивание отдельно. И в этой ситуации есть и отталкивание, есть и притяжение. Очевидно, все-таки их надо разделять, но иногда они взаимодействуют. Вот это тот же самый момент. Ведь даже просто, если насыщенность вот этими самыми крупными планетарными системами, типа астероидные, типа значительных, я бы сказал, кусочки каких-то метеоритов и так далее, в ближнем космосе создают условия, создают условия, все-таки опасности. Представьте себе, что вот эта дырочка, две дырки, которые просверлили в нашем МКС. И до сих пор мы не знаем. Я понимаю прекрасно, что это политическая ситуация. Она может родить так называемые противостояния. Геополитическое противостояние между нашими странами. Это может быть. Потому что мы не знаем, откуда два миллиметра, два отверстия образовались. И до сих пор еще не было подробного расследования. Ну а то, что разгерметизация могла произойти, и может быть она и умышленная, может быть она не умышленная, может она чисто технологическая. Значит, вот даже элементарная вещь оказывается в космосе, если при некорабельной работе, есть такое понятие, а у нас написана книжка вместе с генералом Шабаровым, безопасность и недеятельность севая космические локации. И там есть элементы такие, как осуществлять, генералитарные поселения, как осуществлять их некорабельную работу. Так вот, элемент, то есть кусочек металла размером 10 на 10 миллиметров прошивает комбинезон космонавта. Это означает, что он может оказаться ничем. То есть его уже живым не будет. Разгерметизация. Вот это вот тоже самый важный аспект, который аномалии надо исследовать. И в любом случае неоднократно приходилось нашим космонавтам уходить в орбитальный комплекс возвращения в капсулу, для того, чтобы потом билировать, то есть, будем представлять, управлять, чтобы уйти от летящего космического мусора. А космический мусор есть. Он, кстати, был и до полета Гагарина, и до наших атмосферных полетов был космический мусор. Только его не знаем природу. И там, в расширении разговора, все есть идеи о том, что это кусочки каких-то кораблей, которые до сих пор сидят на орбите, на дальних орбитах Земли. Кораблей, которые пришельцы. Значит, отсюда и тоже были гавари. Но, опять-таки, возвращаясь теперь чисто в надежности нашей аппаратуры, мы сделали вывод, что все-таки мы никак не можем перебрать, перечеркнуть рубеж 95% надежности аппаратуры в вероятностной характеристике. То есть не 99, а 97, как в теории. А на самом деле, в некоторых неоднократных встречах доказывают, что от 99, и все, и мы до 99 вероятно сможем перебрать. Ничего подобного не происходит, потому что очень сложная аппаратура, очень много факторов, влияющих на безопасность полета, на безопасность функционирования. Такая же картина с человеком. Мы относим к биологической системе, что это не стопроцентная надежность. Сто процентного у нас с вами даже движений нет. Такая же картина происходит и в техническом освоении космоса. Значит, надо думать, что аварии все равно будут происходить. Они могут быть и случайными, а может быть, они и целенаправленно изменены. Вот о чем болится и наше Министерство обороны, и обороны американцев, что при полете, значит, ракеты с атомным зарядом, вдруг происходит сбой, и он разворачивается и ударяет по Америке, если на нас нападает. То есть, во-первых, такие вещи были, но они с атомным зарядом. Это все было давно. Много факторов. Вот здесь очень важный аспект. И вообще-то, вы знаете, мы, я хочу, в завершении своего выступления, еще духовную часть вытащить на поверхность. У нас было направление, аномальные процессы в христианстве. И был руководитель этого направления, был партриарит, значит, церкви Пресвятой Догородицы, восходение Пресвятой Догородицы под королем. Значит, он, к сожалению, умер в год в 62-х лет, но он был очень передовым взглядом. И мы собирались, пытаясь открыть тайны, все-таки отраженные в архивах нашей христианской церкви, для того, чтобы можно было их обработать. Обработать, ну, мы с техническими способами, вероятностями способами, сделать классификацию параметров, по тем, может быть. Потому что очень много на картинах даже художников отражены появления НЛО, дискообразных аппаратов. И это все, в действительности, является доказательным фактором. Но, к сожалению, вот мы хотели и открыть и мусульмитанское направление. То есть взгляды на божественные. К чему у нас, честно говоря, с отцом Александром, добились при моих беседах с ним? Мы добились, что высший разум, это, извините меня, как раз вселенский разум. И на этом мы сошлись. Из-за этого он согласился возглавить его. Я надеялся, что архивы будут подняты, и факты возникли. Чудо-чудо действуют, проявлений. Ну, вы помните фильм, значит, это самое, который Кторов играл и Ильинский. Праздник Святого Аргента. Вы помните этот фильм? Интересный, он вообще очень хорошо поставленный. Фильм, старый фильм. И, откровенно, там чудеса, как он восстанавливается. Он говорит, дурак бросили, Костыри. Но, как на заключении, он говорит, это все в Царстве Божьем, то есть, как наявление Божьем. Но, целительское искусство. Я вам даже, правда, отказался, я выступать на, недавно совершенно, на конференции, комплиментарной и традиционной медицины. Так она называется. Но я отказался там выступать, честно говоря, из-за обиды книг. По простой причине, что вот как-то путаница какая-то произошла. И у нас есть, что сказать по этому поводу. Почему? Потому что нетрадиционная медицина, целительская, и надо тоже, самое очевидное, считать все слова на маленьких. Мы должны использовать возможности совершенно знахари, возможности, извините меня, различного рода, которые людей, которые у себя при различных уголках России, а Россия очень большая, эти народности, народности, которые имеют свои национальные корни, корни в том числе и многотысячные. Нет. Поэтому, как видите, очень много интересного, что есть в результате исследования аномологии. И вообще аномологии. у меня пришло сообщение, что мы попадаем в приезд новых научных направлений, которые издаются один раз в год. Ну вот только там надо свидетельство оформить, знак какой-то есть этой науки. И вот в частности сейчас мы опять рассматриваем возможности раскрытия новой науки, которую у нас Дмитрий Шевнин. Вообще осталось здесь, правда, много непонятного, там, честно говоря, есть языковая барьера, но называется оно природологией. Это вот логика природы, ее инструменты, ее технологии, это тоже покажет нас огромное. Ну и мы приглашаем всех приходить к нам пока столуемся на 14-й парк в дом 8-й институт цифровой экономики. Там еще до 60 человек одновременно присутствуют. И доклады у нас будут, продолжаются доклады, сейчас был доклад по природологии, как логики природы, значит, мы его прослушали, теперь дальше доклад будет вот как раз о некоторых аспектах искусственного создания непопланетарных систем будет доклад делать Холстов Анатолий Ильич, мы с ним договорились уже выступить, вот он планетарный будет, он здесь, он Лиз Гаиш, он новостный сотрудник государственного института Мильштенберг, астрономического института. Ну и вот такое спасибо вам за внимание. Милников Владимир Павлович выступил с докладом, готовится Александр Белов, наверное, порадует нас испробным докладом, дорогие друзья. Ну а пока Александр готовится, пользуется, что председатель форума пяти континентов находится здесь, нужно зафиксировать всеми мимущимся вам, ну сейчас после головы, да, вот записывайтесь на выступление, дорогие друзья, у нас есть возможность предоставить свободный микрофон, но поскольку здесь собрались представители старшего поколения, которые хорошо помнят достижения Советского Советского Союза, что в первую очередь это была идеология, идеология созидания, развития, гармонии, именно то, что сейчас продолжает и поднял на флаг Китайская Народная Республика, область и во всем мире, это единая судьба, один путь, и сделаю небольшую, небольшую вводную, как сегодня развивается наука, у нас есть научный разработчик, Алла Корнилова, которая занимается утилизацией радиоактивных отходов путем бактерий. И мы знаем большая проблематика в Японии есть радиоактивные заражения и на предложении японской стороне купить технологию у России японские специалисты заявили о том, что покупать мы не будем, мы просим вас проконсультировать нас, дать консультации, а технологии мы разработаем сами. Для чего это делается? Для того, чтобы в будущем не платить Российской Федерации рентные платежи за использование тех или иных технологий. А ведь для того, чтобы разработать эту технологию, Советский Союз вкладывал колоссальнейшие ресурсы, миллионы людей трудились, и что происходит? Нам бросили перевороты в стране, множество инфракрасных ловушек, для того, чтобы мы не заявили о своем правопреемственности. Сейчас на планете римское право, и правит тот, кто заявил о своих правах. Поэтому очередной раз обращаясь к нашим китайским товарищам, там очень серьезная законодательная инициатива по соблюдению авторских прав. Поэтому нужно входить в множество государственных программ, вписывать российские технологии, и тем самым получать защиту китайской юридической гопократической машины на соблюдение авторских прав. Что на сегодняшний день, как сказал господин Мельников, что главная задача это энергетика. Но даже вопросы энергетики решены у технологов. Проблема в том, каким образом нам всем на планете договориться использовать технологии только в мирных целях, только во благо, а не на военные технологии ответа. На это, к сожалению, сегодняшний день нет, как мы сможем все договориться. Сегодняшний форум показывает, как даже наличие синхронных переводчиков не позволяет нам друг друга понять. Вот председатель комитета находится сзади, но его никто не переводит, и для него, конечно, наш разговор остается пока за кадром. И я надеюсь, что наши друзья, китайские переводчики, смогут перевести это дело с камерой. Итак, Александр Белов расскажет нам, что делает цивилизация, развивается, а есть мнение, что мы деградируем, дорогие друзья. Ну, совершенно неожиданно для меня, дорогие друзья, и, в общем, я там в конце, может быть, вас вам рассказал, зачем-то начальник, вот сидят такие мальскитые ученые, но, тем не менее, дорогие друзья, действительно, есть аспекты, вот, в истоте медико-биологических проблем, который, как бы, назывался по-старому, на самом деле, есть, некоторые очень интересные разработки, которые особо не обширываются на сегодняшний день, и эти разработки касаются, как раз, как ни странно, не того, что, в общем-то, как бы традиционно присутствует в этом институте, это космос, это, диалогия тоже это очень важный аспект, идеология человека, вот тут очень важный момент, на самом деле, такое впечатление, что медики традиционно, они, если не доценили, как бы, параметры человеческого организма, человеческий организм очень изменчив, и очень вариабельная эта изменчивость, и человеческий организм, он адаптивен, и разные, разнообразные опыты, которые проводятся в закрытых институтах, в том числе, и в московском институте, они показали возможности человеческого тела, и была программа вот на излете перестройки, как раз на добровольцах, испытывали разные аномальные среды, разные аномальные, так сказать, вот, разнообразные как бы ситуации, в которых, ну, в основном, это Санкт-Петербургский институт занимался этим, но тем не менее, и также были разработки подхвачены, которые делились во время войны, это мало кто знает, институт мозга имел два филиала во время войны, Великой Отечественной войны, один был в Берлине, другой был в Москве, и аспиранты обоих институтов через Швейцарию ездили и, так сказать, стажировались и в Москве, и в Берлине, причем для вооружающей страны Германия и России, ну, Советский Совет тогда, они как бы были в состоянии войны, и мы с вами понимаем, что, вот, кстати, Тимофей Фрисовский один из как раз таких выпускников этого института. И мы с вами понимаем, что мы многого не знаем, действительно, разработки велись и по мозгу, и по биологии человека, и есть очень серьезные основания полагать, что человеческое тело, оно адаптивно гораздо больше степени, чем предполагает, в общем, современная, так скажем, официальная наука. Вопрос только в том, есть негласный кодекс, в общем-то, нельзя экспериментировать на, как бы, ну, как бы таких вот опыты ставить на детях, и понятное дело, но детский организм очень адаптивен, он гораздо более адаптивен, я просто как-то таким функционером скажу, что вот этот детский организм, он приспосабливается к разной среде обитания, вот если бы инопланетяне, допустим, похитили бы человека, даже не просто человека, но врожденного ребенка, и воспитали его в другой климатической зоне, в других, так сказать, условиях, и главное, вложили ему в мозг определенные стереотипы, программы мышления, которые нетипичны для нашей цивилизации, то он мог, в общем-то, прилетев сюда во взрослом состоянии, в общем-то, покорить и многие, как бы, институты Запада и прочие университеты, там, Кембрии, там, Стэнфорд, и так далее, они бы удивились, откуда, в общем-то, такие программы. Мы-то как бы считаем, что мозг – это система, которая, ну, как бы, априори, вот есть такие данные, на самом деле, мозг – это очень пластичная система, им можно управлять, им можно воспитать гения, суперчеловека, сверхчеловека, и такие, в общем-то, эксперименты ведутся, опять-таки, в основном в западных закрытых лабораториях, и хочу сказать, что вот эти эксперименты – это наиболее как бы прогрессивный, такой, как бы считается, ну, они на уху являются, и существует даже гонка, гонка не вооружения, а гонка вот этих биологических программ. И, что ли попутно, есть контр, такие программы, которые выбрасываются в СМИ, говорят о том, что вот, допустим, поля, поля мозга, они отвечают за ту или иную деятельность, вот есть человек родился, там, художником, он и художником, грубо говоря, а есть там вот ученые, так сказать, у них вот лобные, там, ассоциативные зоны мозга, они, так сказать, акцентированы, вот таких потенциальных ученых надо еще детского сада как бы собирать, собирать и собирать, но что и делает МГУ, как бы, вот мы знаем, что детки, отдаленных родителей, они поступают сначала в детский садик при МГУ, допустим, у меня в Мамосово, потом идут в специальную школу, а потом уже поступают, то есть есть такая преемственность традиций, вот, но на самом деле, вот можно как бы действовать иначе, можно просто взять буквально вот новорожденных, ну, грубо говоря, младенцев, и сделать из них гений, потенциальных гений, и есть там все, так сказать, предпосылки, это делается, еще раз скажу, ну, просто, чтобы не вторгаться, не индиционировать всякими, так сказать, секретными программами, хочется сказать, что, возможно, наши китайские товарищи, и не только возможно, а просто есть объективные данные, что они в этом направлении тоже работают, и что, вот, может быть, твердят китайцы, может, подпровергнут, и свиноматка родила человека, вот, и, собственно говоря, этот опыт был зафиксирован, действительно, подсаженный эмбрион человека, в общем, удалили, так сказать, эмбрион свиньи на определенном, так сказать, уровне, ну, и потом давали пролонгацию просто, потому что свиньи короткие, вот, где дорогой берет, три месяца, четыре, и с помощью препаратов она вынашивала, и потом, значит, после рождения небольшая желтушка была, и так далее, то есть, в общем-то, китайцы наравне с американцами такой опыт уже, так сказать, ну, порядка, несколько десятков лет они проделали, и, в общем-то, действительно, и биология, и мозг, и человеческий организм, и даже система здоровья, которую, вот, мы знаем, как он, кто уже там, здоровье, так далее, вот, китайские, они тоже могут быть с позиции передовой современной технологии, как бы изучены, переосмыслены заново, и это очень интересно, потому что, действительно, здесь программа мышления, которая у нас сидит, она, как бы, является тормозом для, порой, для оздоровления, вот, таких грозных недугов, как онкология, там, диалет, рейсгеймеры, и так далее, Паркинсона, вот, если эту программу мышления как-то поменять, то, так сказать, нейрогормоны выделяются, определенные, так сказать, пептиды, пепельные вещества, вот этим занимался, именно генерал Ашмарев, ну, в общем, ладно, не будем говорить о генералах, он возглавлял кафедру человека и животных, вот, но, просто, последствия, это источник регуляции геронтологии, вот, его сейчас возглавляет Рахаденсен, кстати, тоже обслуживал Газпром, Газпром, в общем, Рамбяхеров, когда был, в общем-то, директор, президентом этой огромной корпорации Газпром, он отдавал большие деньги, но они все в погонах, это Морозов и Хавенсен, другие, так сказать, разработчики эффективных препаратов, но они продлинулись очень глубоко и широко, в общем, мы ездили по своей линии в командировку, я как раз общался с представителями, и с Хавенсен, и с груднями, и буквально даже вот когда в АИФ была публикация на этот счет, в общем, последовал, значит, большая развернутая публикация несколько лет назад, то позвернутый звонок из администрации президента, и Владимир Владимирович заинтересовался как раз вот этими разработками, и было небывалое дело, когда главный редактор дал отмашку АИФа, и буквально через две недели выходят огромные вообще на разворот еще больше, что вот тут же через неделю повторили, то есть фактически такого не было никогда, чтобы газета, тем более, которая выходит миллионами тарахами, в общем-то, ну, как бы возвращалась к уже напечатанным как бы технологиям. И вот специально для администрации президента, лично ВВ, вот эта тема была просто популярна, разжевана и показана, что, чего, как, где и что. Вот. Ну и когда, в общем, Рэм Геофилев был жив, конечно, в общем-то, в Вангкорре, в Канаде состоялся герметологический форум, группа Ротширга, который финансирует различные разработки по, так сказать, и герметологии, и медицине, она очень заинтересовалась этим, и больше не меньше предложила всему Институту биорегуляции и герметологии в Петерском переехать в Маннельбионы, так сказать, служить, но они, как бывшие люди в погонах, они, конечно, никуда не поехали, это понятно, но самое интересное это говорить, ну и тогда уже, в общем-то, президент Всемирной Организации Герметологии, она приехала в Питер с визитом, и так далее, и так далее, в общем-то, действительно, достигнуты большие результаты, но они, конечно, недостоянием властности, недостоянием всеобщей общественности, так скажем, стали, это понятно, люди у нас продолжают выбирать от разных, так сказать, пороков, от пьянства, и прочее, алкоголизма, и порой и подчас, главное, конечно, в общем-то, программа, вот, насколько я, так сказать, СМИ говорю, разуме, так сказать, ну, как бы, о людьми, которые работают в СМИ, в общем, чем мы будем развлекательны, чем мы будем, так сказать, в голову, это вот все, то есть, программа мышления, программа нового мышления, программа создания человека, нового человека, которые были популярны в советское время, они, как бы, ушли на второй план, но они, тем не менее, существуют, и я бы, конечно, хотел присутствующих, как бы, скоординировать, чтобы, надо нам, как бы, действительно, попробовать, посмотреть на, что собой представляет человек. Я, конечно, не хотел бы, вот как Ярослав меня представил, про деградацию цивилизации говорить, невозможно, что, действительно, деградация существует, деградация мышления, интонтилизация мышления, в этом СМИ, параметные, конечно, но, в том числе, но, действительно, тесты Пиаже, задачи Пиаже, действительно, когда в сосуд, наливают, которые, семьи, девятилетние, дети, и как-то могут, так сказать, это все, посмотреть, как колбаску, так сказать, вот, в тонкую делают, или в толстую, сколько веса в этой колбаске, то, собственно, многие, многие, в общем-то, взрослые, теперь этого не могут, то есть, 50%, более 50% взрослого населения Земли не проходит до стадии формально-логического мышления, то есть, операционная, концепция интеллекта, которая была предложена Пиаже, как раз со шлицарским психологом, она показывает, что, в общем-то, печальная статистика, причем, в общем-то, людей пичкают вот этой разнообразной голливудской продукции, это тоже оттепляет мышление, поэтому, для того, чтобы экология сознания, в общем-то, была в определенном стадии, лучше эти блокбастеры, конечно, не смотреть, но здесь вопрос возникает в том, что насколько те знания, которые являются передовыми знаниями для нашей цивилизации, они созданы самими людьми, и нет ли, как бы, неких спонсоров, информационных спонсоров, так скажем, которые нам дают эти знания, вспомнил Леонарда Ринч, у него нарколипсия, вот такое заболевание, когда, так сказать, человек быстро проскакивает, быструю фазу рем-фаза сна, и он берет, у него даже было специальное кресло, которое, вот, как бы он падал, это очень быстро происходит, вот он мог плюхнуться в него, а когда, и такая же быстрая, выход из рем-фаза сна, из быстрого сна, вот эти образы, понятия, которые он там увидит, он быстренько зарисовывал, вот там был планшет на этом кресле, да, обрывь рука, да, обрывь рука, вот, поэтому многие разработки для нам, то есть пулемет, самокат, самолет, значит, парашют, подводная лодка, танк, ну, что еще за полоскарбины, ну, масса-масса, там есть еще, вот, которые вошли в кодекс Леонарда, они фактически были извне принесены, и уж, я уж не говорю, сколько раз там переизобретали тот же пулемет, или там ракетный залповый огонь, вот, того же Леонарда, и так далее, то есть, вполне возможно, что, в общем-то, наша цивилизация, и Тесла, кстати, хотя говорил, как ему утверждал, кстати, что многие данные, он получает, если не он даже говорил, какие это планетные цивилизации, вот, так сказать, вот эта башня молчания, которая была построена, и так далее, для связи вот с этим планетным разом, поэтому не все так просто, не все можно говорить, видимо, на широкую публику, но изучать эти все вопросы надо, ну, и главный феномен во всем этом, это было многообразие, это, откуда он взялся, если мы с вами не думаем, что человек, это дитя, обезьяна, это совершенно не так, я могу, ну, вы можете мне поверить, мне нет возможности сейчас это доказывать, в общем, мы не потомки обезьян, то откуда, и как в части БК Ефремова, значит, мы откуда-то появились, нас ждет встреча, с нашими курортами, насчет гигантизма, акселерации, да, действительно, вот эти фонтации, уменьшение, рост увеличения, кстати, был там огромный скандал, вот Армен Петросян снял фильм на культуре, про гигантов, Мельникова, точку известного биолога, Мельникова, ну, значит, предложил, значит, ей выступить, она выступила, потом скандал, она ему то сказала про гигантов, и так далее, и так далее, на самом деле, в общем, скандал, это твои диноволица не стоит, на самом деле, уже найдены в Юго-Восточной Азии, вот, кстати, в китайских провинциях, многих, зубы гиганта Петера, который, в общем-то, родоначальник этой всей версии, Томик-Свальд, который в 39-м году делал там раскопки, он назвал гиганта Андроп, то есть гигантский человек, и уже позднее, так как у зубов накопилось полторы тысячи, их, в общем-то, волевым усилием подключил к этому Ван Дарайх, в общем-то, такой исследователь, который написал книжку в Чикаго, она вышла, значит, там называлась примерно так, гиганты, обезьяны, гиганты-люди, и в общем-то, он себе испортил всю карьеру вот в своей гигантойной теории, вот, просто его перестали, перестали, он в эти руки по нахожатным, вот, на самом деле, все эти остатки, они найдены, и мало того, и найдены останки карликов от флористских человек в 2003 году, когда это появилось, нас отечественные, так сказать, антрополог Зубов говорил, что это глупость, это фейк, этого не может быть, прошло несколько лет, и вот эти, так сказать, метровые каратышки с объемом мозга с грейп-рук 380 кубических сантиметров, они стали достоянием, никто не удивляется, поэтому древние мифы были совершенно правы о том, что, значит, наши цивилизации были карлики и были гиганты, не почитайте, карант, значит, мы такие высокие, нам поток не сделал, в общем, они ничего, говорили гиганты ною, но поток разразился, и, значит, гигант погиб, единственного, как бы, гиганта Ога, он спас в своем ковчеге и сделал такую решетку для него, и так далее, ну, по вавилонским, так сказать, и прочим разумным, так сказать, критическим мифам, и так далее, то есть, даже сама вот эта вот позиция «гигантский поток», ведь знают биологи, что это, в общем-то, престоценно-голосеновая катастрофа рубежа 12,5 тысяч лет назад она была, и только из-за материстического, то есть, мировоззрения, мы не говорим это как катастрофе, а на самом деле эта катастрофа была, и это мир вот разных народов, она илазировалась, в общем-то, как великий поток, погибла масса животных, естественные сороди, шестостовые плоды, мамонты, в обеих Америках лошади, и так далее, и так далее. Вот, поэтому надо признавать, что, в общем-то, не счихливали наши предки лавти, и что, собственно, были умнейшие, так сказать, и были развиты цивилизации, ведь Атлантиды, и так далее. Вот, просто, видимо, надо переосмысливать парадигму, парадигму, в которой мы живем. Да, спасибо. Представьте еще раз, представьте. Александр Пилов, полянпоколог, историк, писатель. Все, спасибо, ковозитель, грубо говоря. Да, прощатель. Программа у нас, дорогие друзья, свободная. Китайские друзья бросили нас на произвол судьбы, они занимаются своими номенклатурными бюрократическими процессами, подписанием договора о дружбе, сотрудничестве, и так далее. Вот, он выступит с этого иммунатора. Как профессор, Мельников, профессор Мельников, дорогие друзья, поприветствуем. Валерий, Валерий Ефимович. Тоже на букву вы. Так, коллеги, очень интересное сообщение. Поближе микрофон, микрофон ближе. Валерий Ефимович, Московский авиационный институт, академик, академия иммунологии. Аммунология. Значит, хочу обратить капитал навигационных систем. Хочу обратить внимание на важные, на мой взгляд, факторы. Мы много говорим о технических достиганиях. Мы много говорим о сознании человека. Мы много говорим о проблемах, которые стоят перед нами для того, чтобы постичь и освоить космическое пространство. Обсуждаем НЛО, обсуждаем инопланетян, а между тем мы не знаем ничего, что такое себя, что такое космическое пространство, что такое человек. Мы ничего о себе не знаем. Если мы не ввели какие-то ясные понятия и ясные основанные на фактах уточнения, то бессмысленны все разговоры, которые мы ведем. Что будет? Что происходило? И если даже обратимся к прошлому, это не ясно говорит, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, что ничто не меняется под солнцем. Неправда. Все меняется под солнцем. И вот это неизменяемость условий, но они основаны на том, что вот тысячи лет прошло, а человек не меняется. Своя рубашка как ближе к телу была, так она и являет ближе к телу. Как рассматривает человек себя, как с позиции человека центрического миропонимания. Заметьте, человека центрического миропонимания было в прошлом и это доминирует сегодня. Когда человек присвоил себе не свою роль, роль центра мироздания, роль гегемона, которому все это позволено, а он ни за что не отвечает. А теперь давайте посмотрим, попытаемся разобраться, узнать правду о мире, правду о человеке, правду, о бои, я могу это сказать, и правду о космосе. Вот любое понятие возьмем, начнем с Земли. Что объединяет людей на Земле? Объединяет людей на Земле то, что Земля наш общий дом для всех без исключения. Другого дома нет и не будет. Что представляет собой Земля, если мы условием природы? Мы видим на Земле технологии жизни в исполнении каких-то природных сил. Что это означает? Технология это самовоспредводящиеся процессы, безотходное производство, утилизируемые продукты производства, технологии, увеличивающие ресурсный потенциал Земли, потому что Земля это открытая система, не консервативная никак. Тогда получается, что если мы так рассматриваем, фактически получается, что она, как и все же на Земле, связана международными узами с космическим пространством. Теперь мы говорим дальше. Что еще общее? Земля это наш общий космический естественный аппарат. Космический аппарат растительно отличающийся от тех аппаратах, которые мы с вами создаем. Если Земля это открытая система, то мы должны учесть, что в составе Солнечной системы она летит в космическую пространцию со скоростью около 25 километров в секунду относительно центра галактики. Причем относительно центра галактики она сверху уже около 30 оборотов периодом 300 миллионов литров каждый. И что, как вы думаете, космический аппарат с открытой системой, значит, условия космического пространства на траектории движения одинаковые, космическое пространство аморозное и не зависит от расстояния, которое проходит вокруг центра галактики, значит, аномальные явления обязательно включаются. И эти аномальные явления прогнозируемы, потому что траектория относительно стационарная. Земля обязана на это реагировать. Она обязана адаптировать. Мало того, что этот космический аппарат с жестко регламентированными условиями жизни, поддерживаемые для своих людей, для нас с вами, космонавтов, в жестком коридоре значений, независимо от внешних условий. Вернее, зависим, но не в той степени, в которой меняются внешние условия. Поэтому за время даже одного оборота настолько разительно меняются эти условия, а земля настолько тонко адаптируется к этим вещам, имея ресурсные, информационные и прочие ресурсы, она реагирует и перестраивается, и информирует землян и все, что на небе, о предстоящих заданиях, изменениях. И что делают космонавты, братья меньшие, все феврори? Они тоже адаптируются к этим условиям, у них тоже есть адаптационные механизмы. И получается, что когда мы сегодня смотрим события, когда-то происходит, допустим, в преддверии цунами, вот был в Таиланде, недавно было еще цунами, и что делают братья меньшие? Стлоны толком уходят от берегов задания, то есть выходит, есть информационное поле, информационное поле в космическом пространстве, информационное поле, которое видимо организовано чем-то похожим образом над тем, какое информационное поле телекоммуникационной системы создало человечество, и создало только потому, что ему позволили человечество создать его, так как он при этом может смотреть на космическом пространстве с позиции своего земного опыта, и что там существует более совершенная система, более совершенный вселенский компьютер, а у людей, будем говорить о мире, имеется свой индивидуальный доступ в этот космический аппарат, в космическую систему, потому что каждый человек на Земле индивидуален, нет ни одного похожего, и каждый человек имеет свой собственный индивидуальный вход, но вход открывается тогда, когда человек ищет, и ищет и находит, не потому что у него такой разум, а потому что он готов к восприятию информации вселенской, которая копилась за все прошлое, за все настоящее и так далее. И когда мы это имеем дело, тогда яблоко Ньютона падает на Ньютона, он готов информацию снимать, таблист Менделеева падает на Менделеева, и это не его собственность, это не собственность ученого, это собственность и достигание системы. А мы что делаем? Мы сразу говорим, запатентуем, внедрю, и как только он сказал, закрывается вход в эту систему. Если же, зачем тогда эти открытия? Вот тот, кто ему довелось сделать открытие, открытие сделалось, потому что ему позволили войти в этот парамент, в этот компьютер, и он должен, что сказать, а что я должен делать? Как вот это новое давно входить в жизнь, чтобы это вхождение было совместной технологией? Вот мы не ставим себе никаких таких вопросов. Так вот, мы немножко уходим дальше. Снова Земля. Земля – наш общий дом. Как относиться к общему дому, мы понимаем. Но мы не знаем, что такое Земля, но мы знаем, что внутри Земли заскаленное ядро. Это своеобразный энергетический реактор. И мы знаем, что у нас есть тоже подобная конструкция, ядерные реакторы. И что надо для этого? Надо сделать сложную систему терморегулирования и термораспределения. И Земля тоже должна это иметь. И эта система терморегуляции содержит пористые породы, проницаемые для нефти, проницаемые для газа, проницаемые для воды и, возможно, на более глубинных ручках, проницаемые для раскаленных теплоносителей, как вы делаете в реакторах. И тогда мы должны понимать, что тогда при высокой температуре внизу есть терморегуляция по объему и есть терморегуляция поверхностного слоя. И когда мы занимаемся добыванием энергетического энергоносителя, извлекая вот эти теплораспределительные рабочие тела, то у нас тунда изнутри тает. Мы уже это знаем. И вся наша климатическая система, в основном, она зависит от того, насколько мы внедряемся и мешаем и уничтожаем Земле производить естественные функции, по которым мы миллионные существуем. И вся история археологических находок, когда мы в Земле находим ископаемые останки прошлых цивилизаций и находим останки каких-то животных, динозавров, это как раз та наша история, которая существовала на очередном витке возвращения в отрукции отрагалатии. И мы к этому должны относиться и не пытаться сделать что-то, чтобы... Вот сегодня был доклад на пленадном заседании, когда выступал космонавт, он говорил, я посмотрел сверху на Землю, какая она маленькая и какая она красивая. И надо помогать ей выжить. Надо не помогать ей выжить, а не мешать естественным процессам. Надо подстраивать боги и что-то менять перед себя. Вот что касается осознания. Сознание греет человека. Человек греет его осознание о величии человеческой разуме. Ну какое это величие, если он не знает последствия ближайших достижений своих. Чем больше достижений, тем больше отбочных эффектов, тем больше всевозможных вещей, которые уничтожают Землю, уничтожают само человечество. А что значит уничтожать само человечество? Мы еще об одной стороне Земли не учли. Это прецессионное движение оси вращения Земли. Я вообще-то гетоскопист, я занимаюсь всю свою ценной жизнь дисциплиной навигации. Прецессионное движение, это как гетоскоп, совершающий движение прецессионно с углом наклона нормальной плоскости таблида, 23,5 градуса. С периодом 25200 лет. Это период огромный. И нам, зачем нам об этом думать? А оказывается, что вот это движение, и когда с каждой 12 пор это движение меняет наклон оси к Солнцу. И получается, что за период 25-900 лет прогнозируемо меняются климатические условия. От потопа до похолодания. Вот за эти 11 тысяч лет на северном полушарии было оледенение. Вот эта вся процедура, вот сейчас у нас наступает эпоха водолея. Человек сотворен в эпоху близнецов, близнец, близнецы-стрицы. Христос возник в эпоху рыб. Сейчас наступает эпоха водолея. И вот получается, что все эти эпохи 2160 лет. И эти эпохи коррелируются с процессами развития человечества. Где мы можем на 4,5 тысячелетнем периоде рассмотреть? Четыре периода. Первый период. От сотворения до потопа. От потопа до Моисея. От Моисея до Христа. И от Христа до наших дней. Между ними в среднем 2000 с небольшим летом. Каждая эпоха предполагает, это коррелируется с движением Земли. Каждая эпоха предполагает, что человечество должно подойти какой-то путь развития. Но каждый раз получается, что человек скатывается на потребительские эгоистические приоритеты. И когда от сотворения получилось так, что началось свое рождение, получились нечистые, а нечистые получились от смешения, от нарушений сексуальных связей, сходоложества, с внутрисемейной связи и так далее. Когда появились люди нормальные и люди больные, которые не имеют признаки подрождения, ну, случился потоп синхронизированный с какими-то вещами. Потом коррекция прошла. Прошло еще две тысячи лет. Опять земные отклонения и признаки подрождения опять появились. Опять появился Моисей с ее десятью заповедей и расписал. Что и как должно происходить, если у человека происходит нарушение. Если человек мужчина с мужчиной, смерть обоем. Так написано в белом подшерном в левике третьей книге. Мужчина с каталожества, смерть обоем. Ну, все расписано. И теперь дальше. Конекция прошла, разъяснение прошло, и дальше начинается развитие. Еще одна эпоха проходит, опять получилось так, что заземлился человек своими внутренними интересами юристическими. И зато пришел Христос, который показал, что не кончается жизнь на земле наличием вот этих чисто человеческих, биологических юристических проявлений. Значит, понятно, показал эти вещи и тоже опять коррекция прошла. Долго ли она существовала? Нет. Еще две тысячи лет прошло, мы наблюдаем сегодня и что? Кто нами правит? Европейские руководители всевозможных систем, служб стран, ну, на 80% это геи, явные и неявные. Я поднял список, кто есть кто, и вот это получается. Короче говоря, мы сегодня переживаем ситуацию, когда человечество требует опять какого-то внешнего вмешательства, если мы сами не в состоянии разобраться, кто есть кто и чем надо заниматься. Цель моего выступления только одна, что когда мы начинаем заниматься вещами красавищееся, что делать, как это делать, как относиться к тому, что нам происходит, мы должны все-таки взять на вооружение вот это целостное понимание, что мир это живое, непрерывно функционирующее, непрерывно развивающееся образование, и мы его элементы. И у нас, получается, задача связана с тем, чтобы использовать тот потенциал, который получили изначально, чтобы приобрести земной опыт и направить его на благие цели. А благие цели — это направить его на развитие Земли и построить систему отношений, взаимосвязанную с теми законами, который объективно существует и которым мы нам проще дарим. Спасибо. Спасибо большое за интереснейший доклад. Николай Титов готовится, Некрасов Владимир Алексеевич. Николай Титов, время. Пожалуйста. Старайтесь, конечно. Да, не очень долго затягивайте, соблюдайте, пожалуйста, реклама. Значит, то, что я буду сейчас говорить, вот это практически следует. Вот здесь не будет ни слова теоретических вещей. И любой человек, который захочет, это все может поверить. Значит, так получилось, что в 73-м году, вот я столкнулся с такой вот жизненной ситуацией, когда я увидел, вот, ну, как говорится, перед глазами жизнь прошла, да, а потом, вот после удара я увидел вот сзади, ну, сверху вот в разрушенном здании и тело стоящее. Вот после этого у меня, естественно, сразу исчезла вот матери Лисиски, вот этот подход, что я это тело. Ну, в то время, это был 73-й год, понимаете, Советский Союз. Серьезно говорить о таких исследованиях не проходилось, но, тем не менее, я поставил вот такую цель, да, разобраться, что это было. Потому как правильное восприятие основано на трех способностях в ровную существо. Знание, что я знаю, это то, что вы можете сделать конкретно сами. Знание, что я не знаю, да, и четко при этом оперят энциклопедические знания, потому что они могут быть как правильными, так и неправильными, да. И самое главное, треть, которая практически сегодня неизвестна. Знание, знаю, что существует область, о существовании которых я не знаю. Вот я с такой области столкнулся и не стал ее переводить вот в эту дихотомию, знаю, не знаю, да. А начал это делать сверху. И вот, безусловно, я прямо скажу, что если бы не было современных вот информационных вот этой сети, то вряд ли, куда бы они меня это знание приведут. Вот. Но все это уже появилось. Таким образом, я стал искать людей, которые также именно в этом направлении проводят исследования. Ну и вот я сейчас вам скажу вкратце, чем все это дело закончилось. Ну, последнюю жирную точку в этих исследованиях поставил Усачок. Андрей Викторович, к сожалению, уже сейчас умер. Вот. Поэтому приходится, так сказать, автора последнего жирную точку, которую поставил, ну, поставить уже невозможно. Вот. Что получилось? Что можно сегодня сказать, что практически мы имеем методики, как работать с духовным аспектом человека. Вот то, что с тела вылетело, это был духовный аспект. Это не тело. И вот разум, это и есть, в общем-то, свойство духовного аспекта. К мозгу эта штука практически никакого отношения не имеет. Можно сказать, что мозг – это некий транспорт, да, который обеспечивает связь между телом и духовным аспектом. Зачем духовному аспекту нужно тело, да, если он, как он может без тела существовать. Оказалось, что вот духовные существа в этой вселенной – это их неигровая площадка. И что здесь есть, как это игры духовных существ. Но то, где мы с вами сейчас находимся, и то в другом состоянии мы с вами здесь находимся, мы находимся в играх проиграешь проиграть. То бишь, это практически предельная деградация духовного существа, которое вот эти игры задеяло. Почему так произошло, здесь в двух словах не расскажешь. Я просто вам скажу, что вы можете каждый это все проверить. Значит, на чем все это базируется? Практически вещи же нужно, да? Человек, любой человек, да, при рождении имеет рожденную способность. Он может видеть вот собственный дронный мир, собственную вселенную. И как верификация этого любого человека, ребенка, да, до 12 лет, вот у меня не было еще ни одного случая, чтобы я не смог его научить, можно научить видеть с закрытыми глазами. Это 100%. То есть это верификация того, что человек обладает рожденную способность. Он может видеть вот этот свой внутренний мир. Таким образом, нам нужно для того, чтобы что-то изменить, это работать с этим внутренним миром и работать с прошлым. Вся проблема человека – это его прошлое. Нужно совсем немного времени поработать для того, чтобы начали, получилась возможность, человек получил возможность прослабить свои прошлые жизни. И вот в них-то и лежит все наши проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Оказалось, что, ну вот, войдя выехать про и рожь, про и рожь, практически все мы сегодня работаем на фиксированных идеях. Вот идеи, которые мы здесь озвучим, ну, например, самая вот такая распространенная, ну, самая получила у нас всех эта идея – это эволюция. Да? Ничем не доказано, что человек, жизнь возникла с неживого, а бегомец абсолютно не доказан. Вот. Тем не менее, мы предполагаем, что где-то, когда-то вот с неживого получилось живое. Ничего подробного. Жизнь создана именно духовным существом. Почему мы дела имеем? Я уже сказал, да, это условие. Согласно игры, мы должны иметь вот эти тела. И здесь общаться в усмисе, выступать с формой существования, которая является темой. Вот. Если вы начнете в своей жизни просматривать, вы увидите, что были другие планеты, были другие тела. Тела делятся на две большие группы, да? То есть такие, как у нас, которые вот вынуждены есть что-то, и тела, которые, в принципе, питаются энергией и не нуждаются в том, чтобы кого-то там и чего-то есть, да? И вот такие тела живут на Вольнодороге до нескольких сотен тысяч лет, да. Вот. Поэтому, естественно, за такое время можно было чего-то придумать. Но видите, что получилось. И вместо того, чтобы придумать что-то, мы оказались с вами здесь, на этой планете, где тело живет уже вообще, смешно даже говорят, по сравнению с тысячами летами, да? То есть всего около сотни лет. Николай, прошу прощения. Формат не позволяет расширенную или описываться? Да, да, да. То есть можно выводы и следующему докладу, чтобы надо успевать. Вот выводы, значит, практически. Вот вся методика, как с этим работать, есть. И любой желающий человек вот сегодня это может проверить. Таким образом, у нас есть практически научный инструментарий для исследования духовного аспекта человека. То, чего сегодня до сих пор не было, да. Мы исследовали только тело, ну, вдоль поперек этого просто такой, а вот духовный аспект до сих пор практически вообще не было, чем исследовать. И в результате мы пришли к материалистической позиции. Разве его нечем исследовать, значит, его не существует. Спасибо большое. И в продолжении темы представитель Международной Академии тонкой полевой экологии здоровья Некрасов Вадим Алексеевич. Вопросы? Пригласил аудиторию на свое обучение. Я, если кто-то хочет более детально в этом разобраться, в эту субботу, значит, в 3 часа дня, метро Новопрынинская, вот, точный адрес. Коровий Вау, дом 3, Орхис 5, ресурсный центр НКО. Вот, я там буду более детально. И там еще будут люди, которых я уже обучал, которые покажут. Сегодня главное не... Дорогие друзья, давайте по формату. Дорогие друзья, сегодня главное, это, чтобы человек вот принял вот это решение, проверить это. Я вначале думал, что достаточно сказать, а сразу все люди будут проверять. Нет, ничего подобного. Сегодня оказалось, что нужно найти человека, который бы захотел это сделать, проверить вот эти вещи, о которых я говорил. Вот в этом сегодня проблема. И только в этом. Технология или методики есть. Нет желающих. Вот. Ну, тем не менее, я вот с Александром Милом в его там клубе несколько лет занимаюсь, и все-таки люди подошли. Вот я их обучил, поднял. Так что сегодня уже есть практически люди, которые пришли, не зная меня, и вот получили соответствующие результаты. То есть, проверить и убедиться, что это действительно есть и работает. Вот так сегодня обстоят дела. Итак, ученый-секретарь Международной Академии Тонкополевой Акологии и Здоровья Мира Алексеевна. Мира Леонардовна Кишкевич. Мира Леонардовна. Да, я хочу вот этот день немножко вернуть нас всех все-таки к теме, ради которой мы собрались, на мое дневное явление и, возможно, СБО. Бывает, вот тут в начале мероприятия говорили, что бывает, что какое-то открытие в науке имеют очень долгий путь. Сначала должны находиться факты, и когда уже достаточно большой объем, может пройти 100-200 лет, и происходит такой перелом научных парадигма, и новые знания завоевывают наконец-то свое право на жизнь. И бывает и другой путь, когда происходит достаточно серьезное научное открытие, очень важное для людей. Но так как человечество мы, возможно, не готовы еще просто принять, эти знания проходят и сотни лет, но так и не приходят в нашу жизнь. Я сейчас буду короче. Более чем полтора века назад, почти 170 лет, в Уфастерме было открыто явление молекулярной диссиметрии. Это свойство, которое отличает живые системы, вообще отличает биосферу от любого другого вещества. Это некая особая оболочка нашей планеты, живая, мы просто ее глеточки, и мы все обладаем этим свойством. Диссиметрично, то есть неравное по составу левой и правой формы молекулы это, или это особенности строения вещества уже на более глубоких уровнях, но это проявляется на всех уровнях в нашей биосфере. И вот эта диссиметрия, которую Вернанский потом выделил как самый главный маркер, отличающий живые системы от костного вещества, это единственное отличие, что такое, что мы живые. И как появилось, без диссиметрии живое не может существовать. Это как упригоженная неравновесность. Необходимо, чтобы была какая-то вот двупорядность, должно быть смещение, чтобы было движение. Так вот, открыть явление диссиметрии в живом веществе поставила вопрос перед учеными, где причина этой диссиметрии, почему организмы обладают такой левосторонностью и правосторонностью на любом уровне строения. Вопросы остаются открытыми достаточно долго. Сейчас я хочу рассказать об открытиях президента нашей академии МАТЭС Микрасова Владимира Алексеевича, потому что достаточно четко уже исследована и открыта стабильная геометрическая структура из энергии визны провизны. То есть это где доминируют левые процессы, левосторонние или правосторонние процессы. Эта структура как клеточная структура на поверхности биосферы. Ее может наблюдать любой человек, если обратить внимание на даже нововведение воды в разных ячейках биосферы, мы называем ячейки. Вот эту структуру энергии визны провизны, Владимир Алексеевич дал название «Закон полиформы земли». Дальше самое интересное то, что мы все устроены в соответствии с пропорциями золотого сечения. Все живое не может существовать в других пропорциях. Оно угнетенное, оно заболевает. Отступление от этой пропорции всегда было бедой. Так вот, в строении биосферы есть гармоничная структура, подчиняющаяся пропорции золотого сечения. Есть место, где нарушена эта структура. Это такие вертикальные каналы, вихревые, в которых зарождаются ураганы, тайфуны, в которых проявляются выходы, на поверхность образуются вулканы. Это совершенно стабильный рельеф, образующий структуры в биосфере Земли. Названные диосферные патогенные зоны по особому свойству влияния на организм человека. Зоны два типа, ну мало того, что они левые и правые по своему направлению вращения, это четкие, совершенно парные, парно существующие структуры, каналы сужения, сжатие и разрежение. Сжатие вызывает определенный ряд заболеваний. Я не буду на это сейчас заострять внимание. Это антологический тип заболеваний, уплотнения. А разрежение вызывает тоже ряд тяжелых болезней, болезни крови, туберкулез, неспецифический язминоколит, но в общем, множество нехороших недугов. В природе это проявляется не только на человеке. Можно наблюдать и у Вернанского Владимира Владимировна, через описание как у растений плотного алкоголя в одних местах других рыкалей, если вам четко выделял два типа повреждений под влиянием места, где находится это растение. Так же у человека. Но вот что самое интересное, вся эта структура полиформы Земли вместе с биосферными патогенными зонами, которые подобны ампунктурным точкам на теле человека, это совершенно стабильные энергетические каналы, необходимые для функционирования нашей планеты, вообще нашей системы. Все дышит, все колеблется. Исследованы четкие ритмы изменения вот этой энергетической диссиметрии, когда доминирует древизна, провизна и резкие перепады. Уже более 10 лет стабильно ведутся измерения, графики отмечаются, просто каждодневные измерения. Собирается статистика, исследуются корреляции с разными событиями, это повышение активности его количества деятельности, сесть в активности. Главное повышение аварийности и по причине того, что эти процессы влияют на человека, на психику, на его состояние с дороги. Также влияют на технику непредсказуемо. Предсказуемое время, предсказуемое место. Мы занимаемся прогнозированием, исследуем огромные... Вот Владимир Павлович тут рассказывал, как, зная о событиях, которые могут быть связаны с повышением аварийности на перекрестках вокруг, значит, Памкаду, по-моему, на нем ввиду, где-то вокруг Москвы. К Владимиру Алексеевичу один полковник ГИБДД сам пришел лет 15 назад, сказал, что хочет исследовать в этом направлении, как аварийность связана с зонами, открытые Некрасовым. И очень много лет ведутся исследования на территории Самарской области просто в разы снижена. Аварийность на особенно опасных участках трассы, где никаких перекрестков, никаких, вроде бы, причин для аварий нет, но постоянно происходит однотипная авария, где вообще люди не выживают. А совершенно, кстати, в Самарской области леса степ ровные, совершенно дороги, никаких нет даже отвлекающих моментов. Так вот, предлагали как-то мой прогноз в Роскосмос. После большого ряда 11 подряд была авария и отправляли статистику. Прогноз на 4 месяца был вперед, в августе составлен до конца года. И потом две аварии, протон М в сентябре и в ноябре фокус грунт. После этого как-то отреагировал Роскосмос уже на наши письма, сказали, что да, извините, но мы не можем вашу статистику использовать, то есть ваши прогнозы используют, потому что это все ведомство академических институтов у нас, свободная академия. Так что предлагаю следователям аномальных явлений, связанных с МГУ, МГУ, Шаровых Молний, обратить внимание на наши исследования, обратить внимание, возможно, на дни, когда вы наблюдали, чтобы следить калеряции, чтобы исключить, прежде всего, из вашей научно-исследовательской статистики случаи, которые связаны с регулярными, стабильными процессами биосферы, которые могут быть предсказуемы и не старые климы. Мы приглашаем совместного своего рода. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, аудитория просит выступить Вячеслава Климова. Вячеслав Климов, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Я вообще-то не очень часто люблю выступать перед аудиторией. Хочу так сказать. Меня зовут Вячеслав Климов. Я больше занимаюсь поисковыми исследованиями спелеолог со стажем, археологические исследования древних культур. Частично сотрудничаю, мы работаем с РЕН-ТВ по составлению сценариев и сам участвую в качестве эксперта. Но сейчас я представляю больше такую ассоциацию, как «Крутая история». У нас руководитель Субботин Николай. Я являюсь научным руководителем исторического такого подразделения. И мы еще ведем с Андреем Жуковым, Николаем Николаевичем Непомнящим Алексеем Калмогорцевым. Курс «Истоки цивилизации», который по пятницам проходит на сельскохозяйственной улице. 13-й – это Ботанический сад. Вот немножко предвосхищая завтрашнее появление Андрея Жукова, он недавно приехал буквально на днях из Мексики из района Акалбара, известный холм Эль Тора, «Бык», на котором с 1944 года началась история тех самых удивительных находок. Началась она история с того, что местный торговец с кабинными изделиями Вальдемара Джульс Руда, прогуливаясь рядом… Это Мексика, центральная Мексика, прогуливаясь рядом с холмом Эль Тора, обнаружил какие-то куски глины необработанной. Он начал копаться, и с этого началась история вот того самого удивительного холма. Например, он, скажем так, на протяжении многих лет, изучая эти находки, он нанял крестьян буквально за два, там, за одно, за два песа. Они копали ему, приносили эти находки, и, значит, набралось их где-то у него около 20 тысяч. Это такая знаменитая сейчас коллекция Акалбара, которая включает в себя не только находки динозавров, находки ископаемого мамонта, лошади до исторического периода. Я просто подхожу немножко к теме наших аномальных таких дел. О том, что древние мешики, ну, кстати, Мехико названо по имени народности мешики, ацтеки и майя, жившие на этой территории, контактировали, как оказывается, в те времена, в общем, у них были какие-то знания о древних животных, о динозаврах, о птеродактилях, огромное количество каких-то змееподобных существ. Но, более того, дальше на этом холме находят камни с изображением так называемых иных. Это, я мог бы немножко показать вам, может быть, если кто-то, сейчас, минуточку. Это существа, рядым образом отличающиеся от нас с вами. То, что вот сейчас принято называть там зета-рецикули, и серые существа, которые представляют нечеловеческую природу. Огромное количество изображений, вырезанных кулонов, статуэток изображают огромное количество летающих тарелок, изображают контакты этих существ с индейцами майя, изображают генетические опыты по скрещиванию двух цивилизаций, изображают крылатых существ, которые возносят к небу гибридов детей между людьми и этими существами, которые они как бы отдают, и над этим местом висит летающая тарелка. Есть много изображений, где происходят церемонии жертвоприношения, вырезания сердца из груди индейцами вот этих существ, и наоборот. То есть там непонятная вообще история. Удивительные каменные книги, которые встречаются на ходные торы, испещрены какими-то неземными значениями, знаками. Они, скажем так, предназначались, скорее всего, древним жрецам как какие-то инструкции. Языка этого никто не знает. Я вот хочу сказать о чем? Что мы сейчас изучаем, я как уфолог долгое время изучал эти явления, аномальные зоны, погружал людей в пещеры. Хочу сказать, что все истоки вот новых технологий, вот этого форума о том, что сейчас говорится о каких-то перспективных двигателях, энергиях, которые, источниках энергии, когда-то были в древности. Подобные вещи люди, наши древние люди контактировались с такими же существами, которые обладали этими технологиями. Возможно, это более ранее цивилизация. Потому что вот этих серых существ, что удивительно, там никто не называет инопланетяне, их иными называют просто, они отличаются от нас, но как бы их инопланетянами там не зовут. Так вот, хочу сказать, что вот очень многое, изучая нашу древнюю историю, можно подчеркнуть в древних культурах, где еще это сохранилось. Более того, даже Андрей Жуков, когда приехал, рассказал, что современные крестьяне в отдаленных районах Мексики до сих пор контактируют с этими существами. Когда крестьянин вышел с сыном, он увидел эти два существа небольшого роста, стоящие, а сзади стояла жена с дочерью, они их не видели. Видели только два человека, вот мужчины. Когда, скажем, была экспедиция на плато Наск, и там люди ходили, эти объекты над ними зависали, освещали их. То есть эти явления происходят везде и постоянно. И вот я могу только единственное сказать, что очень многое сокрыто в истории. Тот, кто не знает свою историю, не будет знать свое будущее, не будет это будущее иметь. Надо всегда брать знания вот тех древних культур, которые умели в той синергии вот этой вот гармонии, такой жить с окружающим пространством, то, чего мы утеряли до сих пор. Ну, я думаю, что если кто будет, завтра придет Андрей Жуков, он долгое время сотрудничал с Андреем Скляровым, ныне покойным, лабораторией альтернативной истории. Он сейчас такое отдельное направление, мексиканское ведет. Вот, что я хотел сказать. Ну, если кто-то заинтересуется, по пятницам у нас лекции идут на Ботаническом саду. Что? В 7 часов вечера. Вот. И завтра Андрей, может быть, мы попросим его, он более подробно расскажет и покажет, я ему позвоню, те артефакты, которые вы можете их пощупать. То есть, он привез, второй раз он уже ездил, коллекция удивительная. В общем-то, все. Спасибо. Вячеслав Климов и попросим Гермакову Ирину Владимирову, дорогие друзья. Многие говорят о том, что мы, земляне, есть следствие каких-то биологических экспериментов перед Владимиром. Вы выслушите? Пожалуйста, просим вас. Ирину Владимирову, вас просим, конечно же. Только представьте. Я могу, Ирина Владимировна, децепридент Академии геопатической страны. Один из-за того, что я занимаюсь проблемой этически неценных организмов, проблема сложная, но занимаясь этой проблемой, я столкнулась с очень интересными, необычными вещами. На самом деле, на меня напали мои оппоненты из-за двух моих фраз. Одна была фраза, что при создании ГМО было допущено столько ошибок, что их либо создавали первокурсники, либо инопланетяне. И вот это инопланетяне кому-то не понравилось. А вторая была фраза, я наступала на зрительских чтениях и сказала, что если есть инопланетяне, то ГМО создали злые людьми, цель которых уничтожит Земля. И это тоже кому-то не понравилось. Почему не потому, что я сказала инопланетяне, потому что я назвала «злые». На самом деле, конечно, занимаясь этой проблемой, я столкнулась с… Я вас очень прошу, очень тяжело говорить. Столкнулась… То есть две силы. Одна – сила, которая, в общем, конечно, нас там поддерживает, там защищает. А другая – огромная тоже сила, которая… Никакие факты, никакие данные, никакие аргументы на них не действуют. Цель одна – чтобы эти продукты ели, значит, люди и на самом деле, поскольку они приводят к заболеваниям и бесплодиям, и вымирали. И только я пыталась понять, как найти вот способ и, в общем, вырваться из этой такой вот ситуации, потому что если мы не будем бороться, мы будем действительно все будет. И, разбираясь в этом вопросе, я начала уже на шаре некий путь. Я сказала, что на самом деле инопланет не только людей уничтожает, разрушает биосферу планеты, и планеты погибли. Это как-то подействовало на эту вторую силу, и они фактически… Как бы у меня была возможность дальше говорить и убеждать. Ну, много информации, конечно, в интернете об инопланетянах. И сегодня… Сейчас я хотела бы рассказать о том случае, с которым я столкнулась. Я думаю, что каждый из нас тоже сталкивается с каким-то странным вещами. В частности, например, бывает, что предмет там, что ты ищешь и никак не можешь найти, и все там перерывы. Этого нет, а потом вдруг это лежит там перед вашими глазами. Бывает, например, если когда братья наши меньшие нам помогают разобраться, там, допустим, собака, или там, кошка шипит, собака там ляет на кого-то, а вы этого не видите, да. Поэтому, конечно, мир намного сложнее, чем нам кажется. Если мы не видим, не слышим, это не значит, что это не существует. Тем не менее, я как бы, я практик, не теоретик. Если я там пока не пожну руку инопланетяне, я, наверное, в него не поверю. Но однажды произошла такая история, когда меня пригласили в Лас-Вегас, пригласили с докладом как раз по ОМО. И пригласили наши русские ребята. И там я столкнулась, там, что очень странное было. Вот странное то, что там было много представлений шоу, где показывают следующее. Там какие-то капают, лодка, молодые люди. Вдруг из воды возникают какие-то голубые. Их там в сферу спускаются. И вот они, значит, захватывают вот эту лодку этих людей. Вот таких представлений было достаточно много. Потом на стенах были нарисованы тоже головы непонятных каких-то существ. Я прочитала еще до этого, смотрела фильм о Лас-Вегасе, о том, что там зона 51, и что даже там есть такой магазинчик, где фигурки инопланетян продаются. Мы туда ездили, сейчас их уже не продают. Вот. И что, в общем, там содержит этих инопланетных существ. Это было все очень интересно. И вдруг вот в один прекрасный день мне вот человек, который организован на искусстве, говорит, вот сегодня я вас прошу не опаздывайте. Я еще очень удивилась, потому что я вроде бы ни разу не опоздал за инопланет. И когда он меня повез на машине, он меня подвез там в связанном здании в другое, переводили действительно некое существо, которое было охраняемое телохранителями с фазерным мороженом. Существо выглядело следующим образом. Он был несколько выше своих телохранителей. Какие особенности были, поскольку я физиолог, на это обратила внимание, абсолютно не было затылок. Вот шея сразу переходила в голову. У меня древидные большие глаза, нет волос, кожа была светлая. И была очень высокая переносность, то есть лоб переходил в нос. Вот так вот. И что еще, когда я, причем у меня такой был жуткий страх, все приборы мои отключились тут же. Я спрашиваю этого Валюбле, вы видели это? А он мне говорит, что с длинной шеей действительно шея была раз в два длиннее, чем у людей. И вот такие же рисунки на стенах в Лас-Вегасе тоже существовали. Ну, кто это? Мне там говорят, что еще было очень интересно, что вот это вот существо вот так вот головой все очень там рассматривало. То есть было видно, что была очень сильно выражена ориентирующая реакция. Ну, я когда приехала, стала об этом рассказывать. Ну, наверное, это мутант. Поскольку это штаб Невада, в Лас-Вегас, там раньше были испытания атомной бомбы. Ну, испытания атомной бомбы были и в других местах, но таких существ там не было, и таких аномалий мутантов тоже. То мне сказали, возможно, это артист. Я говорю, ну хорошо, если это артист, то почему он так пертел головой все рассматривал, как будто он в первый раз появился в этом месте. В это же время была информация о том, что американцы там заключили некий договор с некой там инопланетной цивилизацией. Те давали им новые технологии, а они допускали на Землю. Я думаю, что эту информацию можно найти в интернете, существование других цивилизаций. И они, значит, они давали им новые технологии, действительно многие технологии идут из Соединенных Штатов Америки, а те позволяют им строить подземные лаборатории на своей территории. Потом уже выяснилось, что таких лабораторий, причем многоуровневых в США заходили более 60 вот таких лабораторий. Ну, я не знаю, правда это или неправда, потому что все это требует доказательств, но, как мне там сказали, мы подошли бы к этому инопланетяне. Я говорю, я бы и на три метра не приблизилась бы, а просто бы убрали. Поэтому доказательств у меня, конечно, нет, но вот это я видела и я долго думала, говорите об этом, не говорите, что не просто так я туда приехала, не просто так я это вижу. Другая была информация и у нас тоже неизвестно, когда показывали такую дорожку от лунных землей, что якобы идет поток, такие, значит, органики в одну сторону, органики в другую сторону. И тоже было, думаю, что это такое. Вот однажды, это тоже была конференция, она была в Турции, я вот была свидетелем, не только я, там было много людей, такой картины. Мы увидели где-то на горизонте огромную такую светящуюся платформу. Вот прилетел самолет, это десятая часть этой платформы, и я спрашиваю, слушайте, это что там, город, что ли, откуда, вот эта светящаяся платформа. И вдруг эта платформа поднимается влезь в небо, а в это время другая платформа спускается и уходит в море. То есть некоторыми опять появляется какая-то платформа огромных размеров, и опять она поднимается в другую, вот действительно, как будто куда-то они улетали, другие прилетали. Что это такое? Я обратилась опять к своим турецким коллегам, они посмотрели, сказали, знаете, мы не знаем. И опять что происходит у нас на Земле? Если нет информации в газетах, по телевидению, по радио, мы этого не знаем и даже не понимаем, нас не допускают к определенной информации. Есть смелые люди, которые анализируют, добывают факты и нам доносят эту информацию. Я поэтому сегодня сидела и думала, говорите об этом и говорите, верите в это, не верите. Ну и это я видела в своем глазе, поэтому я до вас это доношу, поскольку, ну, у меня нет доказательств того, что это такое было и что я видела. Вот. Но продолжая вот эту вот тему, я говорю, опять-таки, это все было связано с тем, что я стала заниматься достаточно серьезной проблемой генетических медицинских организмов, которые, на самом деле, действительно направлены на сокращение, скорее всего, человечества на нашей планете. И до тех пор, пока мы не стали объяснять, что эти ВМО созданы с ошибками в технологиях и могут уничтожить всю биосферу, то нам просто не было сытокали рот. И были достаточно печальные случаи и трагические, когда активные вот специалисты погибали внезапно. Вот. Что это такое? Почему это происходит? Тоже, ну, еще можно только предполагать. Но, напоследок, хочу сказать, что нам, на самом деле, очень повезло. Мы живем на уникальной планете, на очень хорошей планете, зеленой. И наша, действительно, задача, как бы, защитить ее. Но для того, чтобы защитить, мы не должны бояться. И мы должны быть активными. Потому что страх, он убивает нас. И убивает все вокруг. И пока мы боимся, мы ничего сделать не сможем. Вот поэтому я сегодня согласилась выступить и рассказать о том, с чем я столкнулась, что я увидела. И можно предположить, что, действительно, у нас на Земле идет некая борьба с другой цивилизацией. Возможно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, Ирина Марина Гермакова. Так. И попросили выступить коллегицева Виталия Гавриловича, исследователя. Сейчас сам представится Виталий Гаврилович. Что же исследует? Добрый день, дорогие коллеги. Я Виталий Гаврилович, как вы поняли. У меня два направления основных в исследовательской работе. Одно направление – с весны до осени и изучение на планете Земля энергоинформационных потоков. Я занимаюсь этим 15 лет. Это очень тесно связано с изысканиями космопоиска. Я членом космопоиска. Очень дружуясь с Вадимом Царствами Небесными. Его нельзя не вспомнить сегодня. И второе направление – это информационная коррекция человека. Я член Международной ассоциации альтернативной комплиментарной народной медицины и целительства, о чем Владимир Павлович говорил. И меня тут избрали в прошлом году членом президентства, членом ученого совета этой ассоциации. Это направление, которое я развил после того, как Владимир мне подарил практически так называемую машину времени, которую я 7 раз реконструировал. И работая с ней, очень интересные результаты получаются. Коррекция человека. Его реакционное состояние, его болезни, его всевозможных неприятностей, его психики. Ну, в общем, очень-очень много. Будет там 960 пунктов диагностики. Но это сегодня не будет входить в сферу моего доклада. Сегодня у нас тема межпланетные путешествия, инопланетные цивилизации и так далее. Так вот, тогда, когда я впервые начал заниматься этим вопросом, инопланетные цивилизации, это было совершенно случайно. Мне подарили книжку такую, «Азлас земли», там, «Цедан де Джейс», американский. И где я по образованию, термообразование, я историк, и очень интересовался древними цивилизациями. Вы знаете, что в индийских ведах есть такая фраза, что центр земли, ее пункт по-русски, находится на крайнем севере, в молочном океане, на горе. Ну, что такое молочный океан? Можно трактовать его, как занесенный снегами и ледами поверхности. Все понятно. На океане такой-то остров считался центром земли. Ну, странная фраза дальше, что рядом с этой горой находится священное озеро. Как это? В озере, в океане еще и озеро. Странно. И тогда, когда я изучал этот «Атлас», я его увидел. Американцы очень четко представляют зелеными точечками природные аномары, черными точечками свои ракетные базы, красными точечками какие-то вообще непонятные совершенно явления. И я нашел в Якутии красную точечку, под которой написано «Единственное в мире аномальное явление – озеро Лоханкия». В этом озере зимой при температуре до минус 70 градусов, там меньше температуры никто не замерял, вода не замерзает. Всего два места находятся на территории планеты таких – это озеро Лоханкия и ручей «Шаманка», где тоже по температуре минусовой вода не замерзает. И что интересно, в 40 километров, примерно 36 километров от этого озера находится гора, которая с 1945 года называется «Дик Талены». Фирмы и геологи залезли туда, 3017 метров, самая высокая гора в Сибири, не считая гор на Камчатке и не считая гор на Памире, самая высокая точка. Это, она называется «Пик победы» в настоящее время, а раньше ее называли «Гора Шаман», потому что туда был категоричный запрещен доступ любых людей, кроме шаманов, и то не высокого поставленного шамана. Куда они приходили и убирали. И на вопросы потом, пожалуйста. И в 36 километрах это находится, точка. Ну, я образователь по первой истории, как говорил, и я так интуитивно, как-то вот сюда приходит информация, начал проводить линию по этим листам. В горе всем известны, которые сейчас называются Эбрус. А в древнеславянской мифологии, веках древнеславянских, это место кавказское, называлось «Белый горючий камень Алатырь». Это нынешний город Эбрус. Что такое «Белый»? Да, понятно. Эбрус – это 6600 метров, покрытый вечными снегами. Горючий, да, понятно, это лука. Горой постоянно назывались «Камнем все горы». А что говорило «тырь»? Думаю, я лингвист немножко тоже. Вот. Алый – это алый божественный цвет. «Тырь» – это спрятанный. В «тырике» есть такое слово, да. Тротально спрятанный божественный свет. Я начал проводить линию, и с удивлением увидел, что эта линия проходит через самые высокие точки любого гордого массива, которые она пересекает. Эта точка проходит через Малевский треугольник. Эта точка проходит через гору Богдо, которая из Камынского называется «Святая». Эта точка проходит через озеро «Поскучат». Вот я там был, совершал инспедицию и, извините, не прихватил, а пригласил в эту инспедицию Вадима, в Черноброво. Мы вместе были на Богдо. Эта точка проходит через Ставропольские, Камынские степи, через Курганы, которые у них находятся. Эта линия, вернее, проходит через город Минводы. Эта линия проходит под горой Минводы гора, Змейка, на которой в прошлом году я был. Там два озерца небольшие, метров пять, диаметром рядом, находящихся примерно метров шесть-восемь между ними. В одном вода зеленая, в другом красная. А своим прибором, который я изобрел в свое время, на базе биорамы, кстати говоря, у меня проблема с инструментарием, таким сертифицированным. В одном вода зеленая, в другом красная. В общем, просто, просто-напросто эти озерца находятся по дворим сторонам этого инновационного потока. Правая сторона потока, если знать направление, имеет плюсовую энергетику, левую и минусовую энергетику. Далее эта гора проходит через саму гору Эльбрус, через вулкан Эльбрус. И на противоположной стороне она проходит через источники Боржоне. Дальше она проходит через Дельту Рикаврионе, где, как вы знаете, греческую историю герой Язот украл золотую руно. Руно – это не шкурки, с помощью которых золото бывает, гречка, кровь. Руно – это руны. Есть узелковая письма, существует, она до сих пор в Иране существует. Мула сидит, поет суры Корана, и женщины на основании этих сур рисуют узоры. Это узелковая письма, которая у нас была, вышиванки на Украине, в России, изображения коней, всяких таких. Это узелковая письма. Дальше эта линия проходит через бывшие развалины трех бывших столиц Шумерского царства. И проходит, как я вот уже неоднократно говорил, через много-много лет назад, в Альфа-Теревушку, где женщина, которая ездила со своим мужем на перепись населения, родила Альфа-Теревушка. Эта теревушка называлась Вифлеев. И эта линия проходит в пятидесяти метрах от этого инфляционного потока на правой его стороне. Я начал интересоваться, а где же родился Магомед? Да, он родился в городе Медина, тоже в пределах пятидесяти метров с правой стороны потока. А где же родился Будда, в семье Лубины? Он родился тоже на правой стороне потока. В третьей экспедиции у меня было 74 экспедиции на сегодняшний день. Это Россия, Украина, Турция, Греция, Болгария, Черногория, Египет, что-то там еще, уже забыл, Италия, Индия, Соединенные Штаты, где я изучал не только достопримечательности все, а то на карте проверял теоретические свои наработки, где должен этот поток проходить. Самая маленькая ошибка была под городом Бостон, где я в Гугле прочертил эту линию, три недели рисовал маршрут, и эта линия должна была проходить через рекламу рыбного ресторана. Там большая такая стоит. Там подъезжаю к этой рекламе. Да, что-то реально. Пошел влево, нет, ухудшаются показатели. Вернулся, пошел вправо, через 12 метров я ее нащупил. В настоящее время, вот, во время 3 экспедиции, кстати, в России 1600 человек проехали на машине, замеряли каждые 5 километров методом тыка. Потом только понял, где-то чего-то чему, проехали и посетили 17 монастырей по дороге, встречались. И когда он анализировал, что это за монастыри, оказалось, что с правой стороны потоков находятся мужские монастыри, с верой стороны потоков находятся женские монастыри. Ну, странно. Взял, я историк, у меня есть книга патриархальная, монастыри православия на 2005 год действующие. 105, 108 монастырей действующих было. Начался открытие местнохождение по своей сети кардиналов. 105 отличает эти тенденции. Мужские с правой стороны потоков на плюсовой зоне, женские с верой стороны потоков. Внутренне не подходят, не сто процентов. Начал изучать историю этих монастырей, женских. На следующее время они ушли, но должны быть, по моим данным, женскими. Я смотрю, оказывается, два из них до революции были женскими. Потом их взорвали, снесли, сейчас их восстанавливают, но монахи. Но зато не просто монастырь, а лавра. Самая крупная православная лавра, почти самая крупная. Почаевская лавра в Украине, где я был дважды. Она стоит с обоих сторон минусовых потоков. С параллельной минусовой и мельдианной минусовой. На одинаковом совершенном состоянии 6600 метров. Центр этой лавры, ну, собор в центре этой лавры. Находится. Думаю, что же такое, почему? Должен быть женский. Потом вспомнил, что я как-то в классе много болел, а минус тогда минус умножен и будет плюсом. Все понятно становится. Так вот, эти исследования, в основном, которые очень много дал мне Вадим Чердобов. По его книгам, когда я проводил эти потоки, теоретически проводил потоки, очень много информации получалось от него. И поэтому я и пришел в Космоповец. И сначала он мне еще относился к этим моим сысканиям, а потом он поверил мне. Я комментировал его по полету инопланетных кораблей. Мы ездили в Медвединскую гряду и сообщили, что в верхний добренький населенный пункт, там, позавчера, села тарелка большая около 300 метров, и села полночи, потом улетела. Поехали туда. Ну, спросили у местных жителей, что к чему. Вот так-то, 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 так-то. Она села до горя дозорной. Это 300 метров с чем-то такая гора. Я спрашиваю у местных жителей, как она была. Ну, метров 300 диаметром. Увидели, что на этой горе висит березовая роща, примерно около 300 метров она шириной. И эта тарелка висела, закрывала все это пространство. А высоту, эта тарелка была метров 40. Почему? Потому что она была меньше, чуть больше, чем деревья. Ну, березы больше 25-30 метров не бывают. И тогда, когда я Вадиму показал свою карту, я езжу всегда, предварительно планирую, а видишь, это оранжевая линия. Да, что это такое? Да, это информационный поток, который я показываю. Я ему начал рекомендовать, где можно это дело засечь. Ездил он в Старопольский край, вы знаете, на Курдинополяр. Я его рекомендовал вот между такими станинцами, я предполагаю, что-то там будет. Он привелся оттуда, нет, ничего не было. Через неделю он мне звонит, было где-то говорить, что мы уже уехали. Интересный момент, да? Так вот, в этом причине мне такой кладезь, на мой взгляд, очень интересно, во-первых, едешь путешествовать, у меня есть автобус для путешествий, вот Слава там был, Славе я показывал. Кстати говоря, вот сегодня говорили о непонятных совершении явлениях на дороге, машинных люксах. У меня было четыре сюжета на телевидении на эту тему. Я три экспедиции посвятил этим проблемам. Дело в том, что если аналогичные потоки пересекают трассу, и если человек въезжает из пульсовой зоны в минусовую, какая-то хмарь находит у него. Что-то такое происходит, что он теряет ориентацию. Есть человек уставший или еще что-то такое. Очень часто бьют. Тут мы оставились совершенно случайно, когда ездили. Итоги, Виталий Гаврилович, время есть еще на твайке. Заканчивай, заканчивай. Так вот, это очень интересное исследование. Я сегодня и не хотел выступать, но он попросил. Ну ладно, думаю, скажу. Так что, и последнее, что я хотел сказать. Вадим Чернобров дал мне установку машины во время. Я реконструировал. И ее испытывал много раз. Очень много. И вот в этом году, на 74-ой экспедиции, я эту машину поставил на потоке. Какие там были путешествия в прошлое у людей. Очень интересные. Очень интересные. Люди видели моменты смерти своей. Ну, начиная с начала этого века, тысячи лет назад. Это что-то неимоверное. Но этот человек требует дополнительных исследований, конечно. Может быть, это мой доклад такой очень сунгурный. Вас призовет к тому, что... Я страдаю от отсутствия инструментариев. Сертифицированного, нормально, хорошего инструментариев. Виталий. Очень счастлив. Очень хорошо. Спасибо вам за внимание. Итак, Коляринцев, Виталий Гавриевич. Дорогие друзья, я должен вас проинформировать, что мы с вами отличаемся усидчивостью. Китайские все группы уже закончили работу. А российская секция, несмотря ни на что, продолжает работу. И следующий выступающий, уже третий по счету, Мельников. Но Виталий Михайлович. Попросим. Виталий Михайлович Мельников. Мы Виталий Михайлович Мельников. Попробуем. Уважаемые коллеги, вот третье Мельников говорит сегодня. Я хотел остановиться на именно летающих тарелках. Вот и я скажу, почему. Значит, летающие тарелки встречаются, есть 12 тысяч лет назад. Аппарат так его определил, что 12 тысяч лет назад. Ну, в шведских летописях это. 2000 лет у нас даже рисунки есть, что это такое летающие тарелки. Серьезно, руководство страны Советского Союза обратило внимание после войны. К Сталину во время войны приходило очень много сообщений о появлении над районами военных действий, как Курск и другие, ну и прочее. Значит, летающие тарелки. И он вызвал Королева Сергея Павловича, вот здесь вот рядом его дом, Королева Павловича, Сергей Павловича, академик, будущий основоположник практической космонавтики. В то время, вот только образовалась НИИ-88, и вот он поручил Сталину, Сталину поручил Королеву разобраться, а не являются эти аппараты оружием потенциального агрессора. Ну, откуда я это знаю? Значит, таких данных не опубликовалось ранее. Я окончил двигательный форум, факультет авиационных двигателей Московского авиационного института, и меня распределили на энергию. А какая энергия, которая как раз восприняла до этого почтового ящика, до этого, значит, то самое НИИ-88. И там сохранились люди, которые работали над вот этой вот информацией поступающей. То есть люди рассказывали мне, что было две тысячи отчетов. Отчеты очень такие серьезные от военно-начальников, от руководства военной авиации, от руководства гражданской авиации. То есть это были, ну, абсолютно источники. Нельзя было никак сказать, что нет, понимаете, недостоверно. И вот эти люди, значит, было два книжных шкафа, стояли они в первом отделе, вот. И, ну, это был 47-й год где-то вот, такого уровня информации. И вот они были тщательнейшим образом изучены. Ну, Королёв понимал, он до этого 10 лет сидел в тюрьме, что Сталину надо докладывать информацию абсолютно, вы понимаете, реально и точно. И он докладывал Сталину, что нет, не являются оружием потенциального агрессора, потому что есть, ну, форма ведения военных действий и разведывательных действий во всех странах, вот, с военной точки зрения. Действие летающих тарелок не, как бы, отвечало ни одному из этих двух направлений. В это же время в штате Невада была создана зона 51, здесь сегодня говорилось, куда стали стаскивать летающие тарелки со всего мира. Ну, где-то не было человеку, говорят, что 8 этажей вниз, 8, огромная территория, и туда эти тарелки стаскиваются со всего мира. Но зачем это делается, что, конечно, главное, это энергетика летающей тарелки. И особенно это важно. Сегодня при приближении, ну, энергетического кризиса, в общем, подсчитывают, что, да, Академич Ксигов давал статью такую, что к 60-му году углеводородов не будет. То есть, а интенсивный рост цены на бензин, это мы видим каждый день. И если не найдутся альтернативные способы, ну, обязательно их надо найти, это космические солнечные электростанции, которые японцы приняли императорскую программу, это империя, Япония, и они приняли императорскую программу по созданию космических солнечных электростанций. Императорская программа, это очень редко в Японии, статус такой. Это значит, ну, надо сделать любой ценой, любое финансированное, любые специалисты сделать, ну, страна, маленькая территория, много народу, никуда не денешься. Вот. Это что касается солнечных электростанций. Но это энергетика. А американцы, когда стали рассматривать летающие тарелки, в них не находили, ну, понимаете, вот мы в самолетах имеем турбины, двигатели внутреннего сгорания, жидкостные ракетные двигатели, ядерные реакторы, ничего этого в тарелках не было. То есть был какой-то способ организации движения, черпывающий энергии из вакуума. Ну, а этот способ мог дать весь транспорт, это самолеты, подводные лодки, авианосцы, поезда, машины, перевести на вот эту вот энергию из вакуума. Поэтому исследования были засекречены, засекречены, привлечено очень много институтов, университетов к этому. А в СМИ создаваться, понимаете, эти логические войны, есть такое название. К сожалению, очень многие из нас стали их жертвами. Ну, и здесь находящихся. Сейчас, Виталий Михайлович, прошу прощения, собралась группа китайских делегатов, просят присутствовать при подписании соглашения между китайской провинцией и нашим российским координатором по инновациям. Кто утомился, может на перерыв, в принципе, наше выступление здесь закончить. Виталий Михайлович, извините, что прервали, но вот большое спасибо. Значит, основное, энергетика, дорогие друзья, энергетика, и как мы это применим на неразрушающие способы жизнедеятельности. Вот ключевой момент. Итак, приглашаем китайскую делегацию на подписание соглашения. Пожалуйста. Итак, мы видим, что форум «Пять континентов» продолжается, дорогие друзья. В первую очередь надо выучить китайское слово «здравствуйте». Это «Нихао! Нихао!» Так, мы видим торжественный момент подписания соглашения о инновационном развитии, партнерстве между одной из провинций Китая и представителем российской страны. Поблагодарю китайскую сторону и лично председателя Коммунистической партии Синь Ди Пиня, который озвучивает курс развития страны на благоденствие и процветание всех живущих на планете Земля. Это неоднократно озвучивалось в Организации Соединенных Наций. Мы сейчас поддерживаем данный курс. Протокольное мероприятие выполнено. Ну что, дорогие друзья, свободный или не свободный микрофон? Кто-то желает выступить, надо соблюсти демократию, кто-то желает выступить. Перерыв. Объявляется перерыв. Большое спасибо за участие в секции. Завтра. Куда и восколько? Завтра в 10 часам сюда же приходят. А в сколько? В 11? В 9? Ну, точно. Ну, надо уточнить. Подожди. Многим издалека ехать, не из Королёва ехать. Очень приятно, я с тобой зову еще раз. Восколько надо уточнить. Вот, помним. Программу. Узывая из Королёва, да? Да. Вот так вот. К 11, наверное, все. Вы там вопросы... Вайп, вайп, вайп. Сейчас не знаю. Сознание, я не знаю. А вот так вот. Оно летает. Возь, да. Я порушил парень. Возь, да. Возь, да. Подскажите, завтра во сколько мероприятие начинается? Завтра во сколько мероприятие? В 9 утра. В 9 утра, да. Хорошо. А завтра будет китайская страна и российская на ум месте. Да, хорошо. Да. Вот, в 9. В 9. В 9. А, не просим. Сколько? В 9. Все разбегаются, что ли? Поступила дополнительная информация. В 9 утра, дорогие друзья, зал «Нептун». Завтра будет совместное мероприятие российско-китайских участников. А сегодня у нас еще будет что-нибудь? На сегодня я чувствую уже свободное общение. Выкладываться материал будет на канале «Глобальная волна». Набираете «Глобальная волна» и попадаете на «Нептун» канала. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, а начало НЛО, когда тут по НЛО, вот в самом начале, тут с этими залами, все, я, например, не попал. Ты был вот с самого начала? Да, с самого начала. Но тут про НЛО не особо было много. Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы видим, как обильно и щедро финансируется китайская гуманистическая миссия по всему миру. Китайское руководство Китайской Народной Республики вкладывает огромные ресурсы, не считается деньгательным для того, чтобы выполнить великую гуманистическую миссию, озвученную Си Цзиньпинем и поддержанную всем китайским народом. Объединение коллективного сознания всего человечества. Как? Объединение сознания коллективного сознания всего человечества. Это главный вопрос. Переход на мирное существование всего мира, решение всех сложных проблем без насилия, за круглым столом. И мы сегодня готовы к реализации этого процесса. Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...